Сегодня у нас будет лекция по статистической обработке текстов. Небольшой планчик по этой лекции — это что мы сюда включим. Это коллокации, методы нахождения в текстах коллокаций, н-граммы, общие понятия, потому что лекция большая, мы, к сожалению, не захватим весь материал по н-граммам. Вот, маркетские модели для обработки текстов и, соответственно, скрытые маркетские модели. И рассмотрим, как вообще люди делают так называемый name-authentity recognition. То есть, если вы слышали про такое, то обычно пишут там n-e-r. Вот. Так. Сейчас мы разберемся с указкой. Это. О, оно. В общем, такой небольшой планчик, но материала, говорю, еще раз очень много. Поэтому поехали вперед. Что такое коллокации? Ну, тут есть такое определение. Коллокация — это словосочетание, имеющее, если так читать. В общем, это устойчивые словосочетания, которые, как правило, встречаются вместе. Два слова, иногда больше, но в основном мы будем говорить о двух словах. Вот. И они имеют определенный смысл, эти коллокации. Вот. Например, примеры коллокации. Да. Оказать влияние, внести изменения. Идет дождь, высокая температура. И, соответственно, можно сказать, что коллокации — это некомпозиционное выражение. Есть еще такие объединения в русском языке, как идиомы. Они встречаются реже, чем коллокации, но они от них отличаются. Но на самом деле нам коллокации как таковые, вот именно в том смысле, в котором они есть. То есть под словом коллокации мы будем подразумевать не только вот такие вот вещи, как там идет дождь, да. Ну и вообще какие-то устойчивые словосочетания, которые мы хотим выделить из нашего текста, там, выделить из запроса, поскольку мы занимаемся поиском, да. И, скорее всего, нам будет интересно найти какие-то сочетания в тексте, а потом это использовать для нашего ранжирования. Соответственно, такие лингвистические признаки коллокации — это некомпозиционность. То есть что это значит? Что смысл коллокации не является смыслом его отдельных частей. Например, идет дождь, да. То есть отдельно слово «идет» и, например, слово «дождь». Казалось бы, при чем здесь дождь и при чем здесь идет. Но есть такое устойчивое словосочетание, устойчивое выражение «идет дождь». Вот. Незаменяемость. То есть нельзя заменить зависимое слово на другое, и при этом как бы останется тот же смысл. Да. При этом, если мы даже заменяем, там, не знаю, в коллокации, там, идет дождь, например, слово идет, там, не знаю, на шагает, да, это уже, как бы, получается совершенно другой смысл. Или даже вообще никакого смысла он не имеет. Вот. Немодифицированность. То есть, как правило, компоненты коллокации не получается свободно модифицировать по грамматическим правилам. То есть у них там свои грамматические правила, по которым, как бы, они модифицируются. Ну, это вот такие, как бы, лингвистические признаки коллокации, которые занимаются там лингвисты, они занимаются непосредственно вот анализом таких вот коллокаций. Вот. Соответственно, нам что вообще нам интересно? Нам, понятное дело, как таковые лингвистические коллокации неинтересны, нам интересны всякие там термины, нам интересны всякие там технические термины, какие-то фразы устойчивые словосочетания, которые у нас встречаются в тексте. Например, то же самое имя, фамилия какого-то человека для нас тоже будет являться коллокация в этом случае. То есть мы тоже будем выяснять, находить это в тексте, такое словосочетание. Например, если к нам приходит какой-то запрос, мы можем в этом запросе найти устойчивое словосочетание, которое мы вычислили по каким-то корпусам текстов. И этот запрос уже обрабатывать не просто так, то есть как бульевым поиском искать, например, искать уже с учетом тех знаний, которые у нас есть, то есть находить именно эти коллокации. Где применяются коллокации? Ну, понятное дело, что генерации текстов, чтобы текст выглядел более-менее правдоподобно. Если мы, допустим, берем какую-то марксскую цепь и с помощью марксской цепи второго, третьего порядка генерим какой-нибудь текст для того, чтобы обмануть наш поисковик и, соответственно, нагенерить спама, мы что видим? Мы, соответственно, можем заменять какие-то словосочетания известные. Например, нам сгенели «Шагает дождь», мы берем для генерации текста и используем коллокацию «Идет дождь». То есть мы можем таким способом улучшать генерацию наших текстов. Дальше. Всякая вычислительная лексикография. Если честно, я даже сам не знаю, что это такое. Если кто-то знает, то может меня просветить. Я даже читал когда-то про это, но вам сейчас вот так вот не объясню. Понятное дело, для парсинга, то есть когда мы парсим какие-то тексты, нам тоже интересно, какие коллокации там находятся, какие-то словосочетания. И всякие там корпусные ливистические исследования. По-моему, не знаю, третье, ай, второе и четвертое, они как бы немножко пересекаются. Ну вот интересно, да, что, как мы можем учитывать словосочетания в поиске. Вот, например, если мы возьмем синонимы слова «ручный», то мы увидим, что у него достаточно много синонимов. Прирученный, с ручным управлением, неавтоматический, кустарный, легкий, и так далее, и так далее. Вот, и на самом деле, если к нам, например, приходит какой-нибудь запрос или в тексте мы встречаем «ручная работа», и мы хотим для слова «ручной» сгенерить синоним, то мы, в принципе, можем сказать, что да, для слова «ручная» мы можем там, смотрите, какое количество синонимов нагенерить, чтобы поискать у нас в тексте. Но мы знаем, что у нас есть такое устойчивое словосочетание «ручная работа», и мы не можем, например, в этом словосочетании уже заменить слово «ручной» на слово «кустарный». Ну, понятное дело, да, кустарная работа и ручная работа, вернее, наоборот, мы не можем там заменить на слово «легкий», да, потому что «легкая работа» и «ручная работа» совершенно не одно и то же. Но мы можем, например, заменить на слово «кустарный», да, то есть более-менее уже смысл как бы немножко меняется, но, в общем-то, да, в общем-то, похоже. Ну, то же самое, например, с ручным управлением, если там подумать и, соответственно, попредставлять, то можно себе представить, как можно там заменить ручное управление. Опять же, таки легкое нельзя сделать, там, не знаю, портативное тоже нельзя, например, хотя и, соответственно, можно с этим как-то поуправлять. Вот. Как выделять коллокации? Давайте перейдем к самому интересному, как мы можем выделять коллокации. Понятное дело, что самый простой способ для выделения наших словосочетаний устойчивых, это что? Взять наши слова, да, взять их пары, этих слов и посчитать просто частотность. Давайте посмотрим, что получится. Вот здесь вот справа у вас приведена табличка, то есть я по тексту, который вот у вас есть в экзамплах, взял просто и посчитал вот эти вот, вот эту частотность этих пар, встречаемость. И просто отранжировал по частоте встречаемости, да, и видно, что этот самый простой способ, да, работает как бы, он работает, скажем так, то есть тут результат не нулевой, но если мы посмотрим, то, например, из там 20 вот этих вот, из 20 словосочетаний, мы, соответственно, увидели только одну такую более-менее словосочетание, похожую на коллокацию, да, это пресс-служба. Вот, соответственно, мы получили 18 миллионов биграм на 1 миллион документов, ну и, соответственно, на 20 словосочетаний получали одну коллокацию, в общем-то, как бы из пушки по воробьям. Ну, то есть можно работать, но лучше так не делать. Тогда что предлагается? Предлагается следующий способ. Кто расскажет, что здесь написано на этом слайде? Давайте, ваше предложение. То есть следующий способ, он самый простой, да, который напрашивается. Мы берем, опять же-таки, частотность, и что делаем? Зачем коэффициент? Вот, тут прямо написано. Что мы делаем? Мы просто берем морфологию, да, берем морфологические признаки слова, и дальше что делаем? И дальше просто учитываем эти морфологические признаки слова, да. И вот здесь, что это значит? A, N, да, adjective, no, то есть прилагательное, существительное, да. То есть если в коллокации у нас встречается прилагательное, существительное, мы такую коллокацию берем. Ну, то же самое, то же самое для остальных, как бы, словосочетаний, вот этих буквенных словосочетаний. То есть N это существительное, A это у нас прилагательное, да. Ну, еще есть P, это, по-моему, числительное, не помню. Вот, соответственно, вот такие вот, как бы, эвристики мы добавляем, да, и смотрим, что у нас получается. И получается у нас, на самом деле, уже не так уж и плохо. То есть у нас ушли всякие, о, это то, что там у нас еще было. О том, один из, а также тот, что. Ну, вот вся всякая ерунда ушла, и, соответственно, у нас появились неплохие чистенькие коллокации, чистенькие словосочетания, которые можно уже использовать, например, для наших каких-то статистических исследований, для поиска и так далее, и так далее. Но есть всякие там вот такие штуки, как прошлый год. Ну, прошлый год, понятное дело, да. В общем-то, как бы, но он нам ни зачем не нужен, потому что, или там настоящее время. Или вот, например, тот число. Тоже, в принципе, достаточно интересная штука, но вот она нам тоже как бы не нужна. Ну, ладно. Понятное дело, что такой способ работает хорошо. А есть ли еще, еще способ какой-нибудь? Ну, во-первых, на самом деле, понятное дело, что у нас не всегда два слова, они встречаются рядышком, да. Вот. Соответственно, нам бы хотелось находить такие словосочетания, которые встречаются не только рядышком, а на расстоянии, каком-то расстоянии друг от друга. Хотелось бы? Хотелось бы, да. Вот вам пример, например. Постучаться в дверь, да. То есть, соответственно, тут два слова, ну, по крайней мере, вот в этом словосочетании между ними уже стоит, то есть, постучаться и дверь, это слово-сочетание, да, но между ними вот стоит еще одно слово, да, в предлог. Вот. Соответственно, можно придумать еще какие-то предложения, типа, она постучалась в дверь, они постучались там в эту деревянную дверь, человек постучался в металлическую дверь, и так далее, и так далее, и тому подобное. И видно, что каждый раз вот это устойчивое словосочетание стучаться в дверь, да, вот, оно на самом деле у нас постоянно разрывается какими-то дополнительными словами. Вот. И вот хотелось бы на самом деле такие вещи тоже уметь определять. Давайте посмотрим, как это можно сделать. Спасибо. Что это такое? Вот. Ага. Давайте посмотрим, как это можно сделать. Вот. Первое, что приходит в голову, это мы, понятное дело, если у нас не много слов, не два слова, мы берем окошко в 3-4 слова. Понятно, да? То есть берем окошко и этим окошком как бы бежим по нашему тексту. Вот. Вот примерчик. Допустим, у нас есть предложение экономика балансирует на грани коллапса. И, соответственно, мы начинаем разбивать слова по окошкам. Первое мы берем экономика балансирует, второе мы берем экономика на, третье мы экономика на грани. Экономика грани, да? Вот такие вот словосочетания мы набрали вот в первой итерации, да? Вот со словом экономика. Дальше. Дальше на самом деле берем, сдвигаем наше окошко и получаем следующее. Следующее окошко. Вот. И набираем слова в этом окне. Балансирует на, балансирует грани, балансирует коллапса. И так далее. И, соответственно, еще сдвигаем наше окошко, получаем на грани, на коллапса, да? И грани коллапса. И здесь мы использовали окошко в 3 слова. Вот. Ну и вот если мы так будем делать, то давайте посчитаем среднюю и дисперсию по количеству слов, которые мы встречаем между нашими, между искомыми словами, да? То есть вот если мы говорим, что рассмотрим наш пример обратно, постучаться в дверь, то здесь вот можно посмотреть, да, что здесь у нас постучаться в дверь там одно слово, постучаться в эту деревянную дверь там три слова, человек постучался в металлическую дверь, там два слова. Вот. Ну и, соответственно, мы все эти слова, расстояния, все эти расстояния между словами складываем, ну и делим на количество. И количество вхождение, ну и количество примеров. И получаем среднее расстояние между словами, которое есть в нашем датасете между искомыми словами нашей беграммки. Вот. И что мы получаем? И получаем мы на самом деле среднее, и таким же образом можем просчитать дисперсию расстояния между словами. И смотрим, что дисперсия здесь получилась единичка. То есть, что мы говорим? Что если у нас меньше дисперсия, тем у нас в датасете эти слова всегда стоят ближе друг к другу. Или чем у нас на самом деле среднее меньше, тем мы можем сказать, вернее, чем у нас дисперсия меньше, тем, соответственно, то это значит, что у нас эти слова не гуляют по нашему датасету, ну, слова как бы друг от друга все время стоят более-менее на одном и том же расстоянии. Вот. То есть, встречаются в каком-то одинаковом контексте. Вот. Давайте посмотрим. Вот, например, берем слово сильное, да, и строим, и берем слово волатильность. И смотрим, насколько как бы у нас далеко стоит слово сильное от слова волатильность. Строим такую гистограмму. Вот. Понятно, да, как мы это делаем? То есть, построили гистограмму, то есть вот у нас самая частотная, чаще всего у нас слово сильное состоит, слово волатильность состоит от слова сильное там на минус первой позиции. Вот. По-моему, так, да? Да, минус первая позиция. Вот здесь самый у нас большой столбик. И если мы посчитаем среднюю дисперсию, то мы увидим, что у нас дисперсия у него очень маленькая, это порядка на 52, и средняя тоже. То есть, видно, что практически всегда вот эта вот ги-грамка у нас встречается именно в такой конфигурации, в которой мы ее задали. Вот. Сильная волатильность. Вот. Дальше мы берем слово сильно и слово поддержка. Да? И опять же делаем ровно такой же трюк. И видим, что здесь гистограммка или распределение у нас оно немножко размывается. Вот. То есть, у нас слово сильное, оно на самом деле всегда отстоит от поддержки более чем на единичку. Здравствуйте. Вот. Что это значит? Что между словом сильное и словом поддержка иногда встречается, иногда вклинивается в какой-то другой контекст. Да, например, есть такое слово как такое словосочетание как сильная медийная поддержка. Да? Вот. И соответственно это нам дает вот такой вот как бы такой выброс. И опять же, если посмотреть на среднюю дисперсию, то видно, что они тоже как бы средняя у нас близко к там к единичке. Вот. И дисперсия тоже там между единичкой и двойкой. А теперь самое интересное это мы берем просто какое-то рандомное слово. взяли слово сильный и взяли слово по-моему для. Второе слово оно совершенно рандомное. И смотрим, что у нас распределение стало совсем какое-то такое непонятное. Вот. Соответственно у нас дисперсия стала очень большая и соответственно хотя вот средняя у нас там стало 0.75 минус 0.75. Вот. Соответственно чем больше у нас дисперсия, тем мы можем сказать, что у нас дальше стоит одно слово от другого. Вот. Ну и определяем правдоподобие коллокации через среднюю дисперсию. Опять же таки берем вот эту табличку, которую я вам с самого начала и пытаемся с самого начала показывал и пытаемся посчитать среднюю дисперсию и дисперсию для тех словосочетаний, которые в ней были. Ну и соответственно видно, что по например для некоторых словосочетаний у нас дисперсия там стремится к единичке. Ну то есть мы как и хотели, чтобы у нас была пресс-служба, мы просто проверяем теорию того, что пресс-служба это хорошее коллокация, ну хорошее словосочетание. И соответственно видим, что дисперсия у нас там где-то в районе единички. А вот для тех словосочетаний, помните, я вам говорил, что есть такое словосочетание «тот число, которое у нас выползло», то видим, что дисперсия у нас уже достаточно большая, то есть 2,23 где-то получается. То есть эти слова, они всегда находятся вместе, иногда как бы на достаточно большом расстоянии. Вот. Ну и то же самое для других слов. Так. На самом деле все, что я вам рассказал, это как бы какие-то евристики, которые можно, они достаточно простые, их можно использовать для того, чтобы находить коллокации без какой-то математики и без дополнительных каких-то изощрений. Вот. Давайте немножко как бы углубимся в этот предмет и, скажем так, добавим немного математики. Вот. Соответственно, что хочется? Да, хочется все-таки иметь какой-то понятный критерий для того, чтобы понимать циферку какую-то в конце концов. Ну, понятное дело, что мы можем оценивать через среднее, через дисперсию наши коллокации. Но в конце концов это как бы не совсем понятные какие-то цифры. Там, если дисперсия 1, это хорошо, там, если у нас там дисперсия 2, плохо это или хорошо, то есть, а если мы взяли существительные, взяли прилагательные, насколько вообще как бы хорошие коллокации мы получим. Вот. Давайте как бы перейдем к такой математике и займемся проверкой гипотезы. Вот. То есть, еще раз повторюсь, что нам хочется получить какую-то понятную цифру, которая бы говорила, что вот эта коллокация у нас хорошая. Ну и, соответственно, мы говорим про классическую задачу из статистики. Это проверка гипотез. Да, формируем нашу нулевую гипотезу. Какую мы можем гипотезу сформулировать? То, что между нашими словами нет никакой связи. Что только случайность. Только случайная встречаемость. То есть, наши слова, они независимы. Это наша как бы основная гипотеза. И мы ее там всеми всякими способами в течение этой лекции будем проверять. Вот. И, соответственно, вычисляем вероятность того, что у нас эти слова независимы. независимые. И, соответственно, если это вероятность ниже некоторого порога, который мы как бы придумаем, как его взять, то, соответственно, эта гипотеза либо подтверждается, либо, наоборот, отвергается. Вот. Ну и давайте, соответственно, да, самый простой метод. Самый простой метод, который приходит в голову, если мы делаем некоторые предположения о том, что у нас два слова независимые, да, и эти два слова не формируют коллокацию, то предполагаем, что предполагаем, что у нас первое слово и второе слово, они генерируются как бы независимо друг от друга. Вот. И тогда мы можем записать вероятность, совместную вероятность двух слов, да, первого и второго, через произведение их вероятностей, потому что слова независимые. Вот. И тогда просто берем, считаем нашу частоту первого слова, берем частоту второго слова и перемножаем их, да, и проверяем, что у нас получается. Эта моделька простая, она подходит для решения задачи, но она очень грубая. Вот. Давайте сделаем что-нибудь более точное. А более точное это нам теория статистики говорит, что у нас есть такие вещи, как T-критерий, критерий студента, да. Вот. Что он говорит, что у нас есть некоторые величины независимые, да, там, y0, yn, вот, и эти величины, то есть критерий студента предполагает, что наши величины, они распределены нормально, да. Вот. И, соответственно, вот это предполагает, что оно распределено нормально, и тогда мы можем записать некоторое распределение этой случайной величины вот через такое правило. То есть наш y0, который мы хотим проверить, разделить на корень из суммы вот этих случайных, суммы квадратов случайных величин, разделить на количество этих случайных величин. Вот. Давайте чуть подробнее, что из этого получается. Вот. Здесь, соответственно, нарисованы плотность вероятности и функции распределения критерия студента. Вот. Видно, что плотность вероятности для распределения студента, она очень похожа на плотность вероятности нормального распределения, да, но, к сожалению, но у него более медленнее сходятся к нулю вот эти вот концы этого распределения. Чуть помедленнее, чем в нормальном распределении. Но на самом деле это как бы нам не помешает использовать его для проверки нашей гипотезы. Вот. И что особенно хорошо, что для этого распределения рассчитаны таблицы значений квантилей, которые мы, соответственно, и будем использовать, как вы догадались, да, то есть для различных степеней свобод рассчитаны. Вот. Итак, критерии студента или Т-критерии. Еще раз, допущение примера отбирается из нормального распределения и наша нулевая гипотеза, то, что, например, взятый из выборки с мат-ожиданием мю, который мы говорим, да, и это мю, да, оно должно быть близко к выборке из нашего, к среднему нашего распределения, да, и еще есть некоторый нормирующий коэффициент, это дисперсия нашей выборки. Вот. Давайте на примере. И дальше, какое заключение мы делаем, что если Т достаточно велико, то наша нулевая гипотеза, она отвергается. Это значит, что мы взяли выборку не из того, что наши значения, которые мы проверяем, они не из той выборки, которая у нас есть. Вот. Соответственно, насколько большим должно быть Т, это вот это Т, да, которое у нас получается. Это соответственно определяется вот такой табличкой. Я говорил, что эти таблички они рассчитаны. Вот. Что здесь есть что? Это вот у нас квантили, да, то есть та точность, которую мы хотим определить, насколько совпадают наши данные, насколько подходит наша гипотеза. Вот. И соответственно, это степени степени свободы. В нашем случае мы все время работаем с вот этой восьмеркой с бесконечностью, да, то есть у нас бесконечное количество степеней свобод, потому что беграм много, вот, и слов много. Так. И что мы получаем? Вот давайте посмотрим, как это работает на простом примере. Допустим, у нас есть некоторая гипотеза о том, что средняя высота популяции людей, ну, и мужчин в нашем округе 158 сантиметров. Вот. Мы берем из нашего округа там 200 рандомных человек, да, дальше считаем среднее, получаем, что среднее значение 168, и считаем дисперсию. Вот. И дальше вычисляем Т-криптерии. Получаем вот такую циферку. Вот здесь прошу прощения, здесь не 169, здесь 168. И получаем вот такую циферку. Вот. И дальше получаем 3,05, да, и смотрим, что 3,05, мы вот наш критерий, мы хотим с такой степенью достоверности выделять, выделить, допустим, там 0,05, 99 процентов, и смотрим, что для бесконечного количества степеней свободы у нас Т-значение должно быть больше, чем 2, 2, 2,5, 76. Смотрим сюда, получилось 3,05 больше, чем 2,576. И, соответственно, мы можем там с 99 процентной вероятностью убрать, ну, соответственно, убрать гипотезу, что средняя высота популяции мужчин 158 сантиметров. Вроде достаточно просто работает, да, такой инструмент. Вот, а теперь как это работает на биграммах, давайте посмотрим. Вот, давайте проверим гипотезу, что миллион рублей не коллокация, или наоборот коллокация, да. Ну, вот, на самом деле нам интересно, миллион рублей коллокация или нет. То есть, то, что у нас слова миллионы рублей, они встречаются случайно, и, как бы, слова независимы. Вот, соответственно, считаем частоту слов, вот, там миллионы, рубль, всего слов у нас сто, такое-то количество, и получаем вероятности, да. И, соответственно, считаем гипотезу независимости, вот про то, что я говорил, да, то есть перемножаем просто эти вероятности, и вероятность того, что миллион рублей у нас, как бы, не зависимые слова получаются вот такой, такой вот большой-большой. Отлично. Вот. И теперь вспоминаем, что такое распределение Бернули, да, как взять его среднее, как взять его матожидание, ой, извиняюсь, как взять среднее, как взять дисперсию, как посчитать дисперсию для него, да. Вот. Вот мы утверждаем, что слова у нас, Беграмм у нас распределяется по закону Бернули, то есть у нас либо есть коллокация, ну, то есть единичка, да, либо ее нету, есть-нету. Вот. И, соответственно, мы говорим, что вероятность этого распределения, она вот такая. Ну, и, соответственно, тогда мы можем посчитать матожидание, которое равняется этой вероятности, а дисперсия это равняется произведением матожидания, П на Ку или П на единице минус П. И получается вот такая цифра. Это, то есть мы получили наше ожидаемое значение для вероятности. Вот. И теперь, соответственно, проверяем нашу гипотезу, да. То есть среднее для нашей Беграммки это количество, сколько раз эта Беграммка встречалась на количество слов. Да, и получили вот вот такое вот среднее, ну, тоже вспоминаем, что это все закон вернули здесь, да, ой, распределение вернули, работаем, поэтому мы таким странным способом вычисляем среднее. Вот. И дальше проводим тест, да. То есть наше среднее, минус, которое мы посчитали здесь, минус, соответственно, среднее, которое мы берем отсюда, вот оно все, все здесь, вернее, среднее, да, и дисперсию, которую мы посчитали здесь, и получаем вот такую огромную чиселку, которая во много раз больше, чем два пятьсот семьдесят шесть. Ну, то есть для степени достоверности, там, пять тысячных, мы можем отвергнуть гипотезу независимости слов, что все-таки эти слова, они являются зависимыми друг от друга. Понятно? Понятно? Хорошо. То есть вроде там ничего сложного, то есть там математическая статистика и больше ничего, тем более формулы все есть. Ну, то же самое можно сделать там для других биграмок, вот, в принципе, я говорю, что для новой компании я вот в ноутбуке это рассчитал, если вам это интересно, вы можете там посмотреть, для опоздавших там есть выложен ноутбук в нашем блоге, вот, вы можете его открыть просто и там все эти расчеты есть, то есть посмотрите, как они считаются. Так, и соответственно, можно опять же-таки предположить, что гипотеза с 99% вероятности гипотеза может быть отвергнута. Вот, следующий критерий, то есть следующий критерий это критерий Пирсона или кси квадрат критерий, квадрат критерий Пирсона. Ладно, чем он отличается от критерий студента? Тем, что у нас на самом деле критерий студента подразумевает, что наше распределение, оно имеет форму нормального, хотя это не всегда так, ну, просто по определению это не так. Вот, и второе, то есть в большинстве случаев, или скажем так, что в большинстве случаев мы вообще не знаем форму нашего распределения, ну, никак. Вот, вот, критерий Пирсона таких, как бы, допущений не делает. И, соответственно, он работает, критерий Пирсона работает не с вероятностями, ну, в принципе, тут, наверное, не такое большое преимущество, а с частотами. То есть непосредственно уже, то есть есть формулы для расчета критерия Пирсона, но именно для частот. Уже работа будет с частотами. Как правило, для того, чтобы оценить какую-то беграмму или какую-то коллокацию, что мы делаем? Мы сделаем вот такую табличку, то есть эта табличка для двух слов, вот, и, соответственно, если нужно больше, эту табличку можно расширять, но если хотим оценить, больше слов. Вот, что она из себя представляет? Эта таблица из себя представляет следующее, что есть наша беграмма, новая компания, да, новая компания встречается там 335 раз в нашем тексте, ну, беграммка это, да. Дальше, на самом деле, мы говорим, что вот слева, ой, справа, извиняюсь, элемент, да, что он значит? Что у нас есть эта же беграмма, вернее, беграмма, в которой есть слово компания, но нет слова новая, да. Соответственно, ниже, это у нас есть слово новая в беграмме, но нет слова компания, то есть все беграммы, которые содержат слово новая, но не содержат слова компания, понятно, да? Ну и соответственно все остальное, количество всех остальных биграм, которые не содержат слова «новые компании». Ну и тут все частоты, они вот таким образом написаны. То есть количество слов «новый», количество слов «компания», количество слов «новые компании». И всего токенов у нас вот такое количество. Вот. И, соответственно, что из себя представляет критерий х квадрата, скажем так? Критерий х квадрат вычисляется вот по такой формуле, то есть это и сумма по всем строкам и столбцам элементов вот этой таблички, и там проверяются, соответственно, ожидаемые значения и, соответственно, наблюдаемые значения. То есть из наблюдаемого значения мы вычитаем ожидаемое, все это в квадрате, и еще нормируем на ожидаемое значение. Утверждается, что если мы берем достаточно большое количество данных, то в каком-то случае, то есть если данных у нас очень много, то этот критерий, он сводится к критерию х квадрата. Вот. И, собственно говоря, очень похоже на то, как мы работали с критерием студента, тоже для этого критерия рассчитаны таблички доверительных интервалов, и, соответственно, для этого распределения, вот оно внизу нарисовано, тоже рассчитана таблица доверительных интервалов, и мы будем работать здесь только вот с правым хвостом этого распределения. То есть будем проверять, либо попадает все в левую часть распределения, либо в правую. То есть если в правую, то мы будем отвергать нашу гипотезу. Вот. Ну и, соответственно, давайте рассчитаем, что такое ожидаемая частота биграммы новая компания. Понятное дело, что это есть количество, если на эту табличку как бы ее вывести так, то есть это есть количество того, сколько раз у нас, так, давайте я объясню, что это. Вот. Ожидаемая частота биграммы новая компания. Что это такое? Это на самом деле произведение вероятностей, да? Это вероятность слова новая, это вероятность слова компания, и просто умноженное на количество слов. Понятно, да? То есть это все та же формула, где у нас есть взаимная вероятность двух слов, мы их считаем независимой. Вот у нас эта формула, она и есть. Вот. Просто мы здесь еще для того, чтобы рассчитать частоту, мы умножаем на количество слов. Вот. И что здесь получается? То есть что мы делаем? Давайте посмотрим. То есть мы берем, сколько раз у нас встречалось слово новое, слово новое, соответственно, в биграмке из этой таблички, прибавляем, сколько раз это слово встречалось вообще, кроме этой биграмки, то есть получаем вообще, сколько у нас слова новое встречалось, да? И делим на количество слов. Вот такое вот. И, соответственно, то же самое делаем для компании. И таким образом мы получаем нашу ожидаемую частоту. Ну, видно, что она несколько меньше, чем мы получили реально. Это наше наблюдаемое значение, вот это наше ожидаемое. Вот. И для таблицы размера 2 на 2, то есть вот это вот, если мы вот это вот выражение запишем через наши ожидаемые значения из таблички и потом подставим сюда, то получим вот такую вот длинную форму, да? Вот. То, соответственно, мы получаем вот такие вот, вот такое вот значение. Вот. То есть получили 18, 23. И теперь, да, мы опять берем нашу таблицу критериев, вот, берем нашу степень свободы, здесь у нас степень свободы единичка, потому что у нас табличка как бы биграммка, да, соответственно, у нас степень свободы единицы. Соответственно, было бы 3 грамма, была бы на единицу больше. Вот. И здесь с нужной нам степенью достоверности определяем, подтверждается наша гипотеза или нет. Вот. И что он нам говорит? Вот. И говорит, что на самом деле наша гипотеза, она, да, что мы, да, что мы не можем отбросить нашу гипотезу по нашим значениям. Так. Как можно ксиквадрат критерий использовать для проверки гипотез, опять же таки, для перевода? Вот. То же самое. Мы берем, например, к сожалению, тут плохо видно, вот, мы берем, опять-таки, два слова, вот, которые у нас встречаются в оригинальном тексте и встречаются в переводных текстах. То есть берем массив текстов, например, французский, берем массив текстов английский, ну, или там русский, кому какое нравится, да, и, соответственно, строим попарные соединения, просто считаем, как у нас бигранки встречаются. И для каждой можем проверить ксиквадрат критерий. И здесь видно, что, например, что если мы посчитаем для слова, ксиквадрат критерий для пары слова вэш и коу, в французский кто знает? Ну, я видел, продается там какой-то сыр, что ли, парижская бульонка. Вот это вэш, да? Да. Вот, и коу, то видно, что ксиквадрат критерий с нашей степенью достоверности там 0,5, у нас он достаточно имеет сильное значение, ну, хорошее значение. Вот, и мы можем сказать, можем утверждать, что для слова коу, да, вэш является хорошим переводом. Ну, и таким образом можем составить нашу пару слов и, соответственно, сделать перевод. так, хорошо. Дальше. Дальше. Ксиквадрат критерий, в общем-то, на самом деле, хорош. Критерий студента тоже хорош. Они нам дают некоторые циферки, циферки для оценки, для проверки гипотезы о том, что можем ли мы принимать нашу беграмму или не можем принимать, ну, не беграмму, извините, гипотезу о том, что наша коллокация является достоверной или недостоверной для набора текстов, которые у нас есть, для корпуса текстов, да? Вот. Мы можем еще при проверке гипотез сделать еще один трюк, то есть сделать критерий отношения правдоподобия. То есть это еще один критерий для того, чтобы проверить нашу гипотезу о том, что наши слова являются зависимыми или независимыми. Понимаете, да? Вот. Чем он хорош? То есть, ксиквадрат критерий хорош, он там не делает предположения распределения. Соответственно, критерий отношения правдоподобия дает более понятную интерпретацию результата, чем что мы выдвигаем там две гипотезы, то есть гипотезы о зависимости и гипотезы о независимости сразу, да? И как бы делаем отношения. И когда мы делаем отношения, мы, соответственно, можем сказать, насколько как бы одна гипотеза правдоподобнее другой. То есть мы сразу получаем какую-то метрику. Вот. И хорошо. Итак, мы проверяем две гипотезы. Первая гипотеза — это то, что у нас два слова независимы. И тогда мы, если мы говорим, что два слова независимы, то, соответственно, говорим, что две вероятности. То есть вероятность в том, что у нас встречается слово «два» при условии, что у нас было до этого слово «один», равна вероятности того, что у нас встречается слово «два» при условии, что у нас слова «один» понятное дело не было, не встречалось. и соответственно гипотеза о зависимости да то есть тут у нас получается две вероятности о том что у нас есть вероятность того что у нас встречалось слова 2 при условии что у нас встречается слова один это p1 и вторая вероятность это то что у нас встречается слова 2 и при этом не встречалось слова 1 вот в первом случае эти вероятности 1 и 2 они равны поэтому берем просто п во втором случае они не равны то есть во второй гипотезе вот и соответственно эти вероятности мы можем посчитать через частоты понятное дело что вероятность встречаемости вероятность того что эти слова независимым можем просто таким образом как бы просто одного другой разделить для p1 и p2 тут чуть послать посложнее в том смысле что похитрее частоту нужно обсчитывать то есть c12 это совместная встречаемость двух слов понятно да ну частота совместной встречаемости беграмки двух слов беграме вот c1 это частота встречаемости одного слова c2 это встречаемость часто встречаемости другого слова ну и соответственно когда мы вычитаем одного из другого мы получаем частоту либо встречаемости там одного без другого либо частоту встречаемости другого ну чего-то без какого-то слова вот соответственно Что у нас получается? Поскольку мы опять же такие предполагаем, что беграмм имеет биноминальное распределение в нашем корпусе текстов, мы можем рассчитать вероятность, мы можем рассчитать вероятность k исходов в n событиях. Эту формулу все знаете, придумывать ничего не надо. Ну и тогда, понятное дело, что вероятность первой гипотезы будет считаться вот таким вот образом, вероятность второй гипотезы будет считаться вот таким вот образом. То есть это произведение вероятности. То есть здесь получается произведение p на p, и здесь произведение p1 на p2 на самом деле. И что мы дальше делаем? А дальше мы на самом деле всего-навсего делим одну гипотезу на другую. Поскольку числа у нас маленькие, мы еще их логарифмируем. И получаем вот такую вот длинную формулу через логарифмы. И что в результате? В результате мы получаем, утверждается, что если мы возьмем и домножим вот этот результат логарифм от лямбда на двойку, то минус 2 лог лямбда от частного этих гипотез, он будет равен, ну или приблизительно эквивалентен кси квадрату. То есть мы опять можем брать наши таблички расчета для кси квадрата, критерия, и оттуда брать наши значения. И по таблицам опять же таки проверять наши гипотезы, что в общем-то очень удобно. Опять же таки я взял, посчитал по корпусу текстов, которые там прилагаются, отношения к правдоподобию. Ну и видно, что в принципе, вот даже для беграмки, скажем, которая встречается очень редко, вот она встречается там два раза, то отношения к правдоподобию имеет достаточно большой вес. Тут просто зелененьким выделено, что можно там принять, и соответственно синеньким, что для какого критерия, для какого значения вот эта гипотеза может быть отвергнута. Но опять же таки, двигая вот этот вот порог там, делая его больше или делая меньше, можно там опять же играться с какими-то пограничными случаями проверки гипотез. Ну и еще последнюю циферку, которую мы можем получить на сегодня для оценки правдоподобности нашей беграммы, это взаимная информация. Сейчас я расскажу вообще, что это такое, и расскажу, почему лучше этого не делать. То есть для оценки как бы правдоподобия, и вообще для оценки проверки гипотезы о том, что наша беграмма, наша коллокация правдоподобна, лучше взаимную информацию не использовать. Итак, все помнят, что такое взаимная информация? Останавливаться на этом слайде. Останавливаться, да? Хорошо. Что такое взаимная информация? То есть на самом деле взаимная информация — это... Давайте, давайте. У нас есть энтропия нашей системы, которая определяется как произведение вероятности на логарифм вероятности, и все это суммируется по состояниям нашей системы. Вот если мы как бы нарисуем такими кружочками нашу энтропию, то вот она энтропия по х, она таким большим кружочком, энтропия по у — второй большой кружочек, и, соответственно, дальше начинаем смотреть, что такое, например, условная энтропия. Условная энтропия, она на самом деле является ничем иным, как мы берем взаимную энтропию, которая является объединением вот этих двух кружков, вот этих энтропий, и вычитаем из нее нужную нам энтропию. Например, если мы говорим, что энтропия х при условии у, то мы вычитаем из взаимной энтропии энтропию х. Если мы говорим наоборот, то мы должны вычесть энтропию у. то есть, соответственно, энтропия говорит нам о некоторой мере хаотичности в нашей системе. А теперь мы говорим, что мы хотим знать не только про хаотичность, но еще хотим знать, сколько у нас информации в нашей системе. Вот если мы берем энтропию х и берем энтропию у, то пересечение вот этих энтропий, да, они на самом деле нам дают как бы ту информацию, которую мы можем получить в нашей системе. Что это значит? Что мы просто можем взять нашу энтропию, которая вычисляется через вероятность, и вычесть из нее взаимную энтропию х при условии у. Вот такая формула у нас получится, если мы все сюда поставим. И на самом деле для оценки BigGram мы не используем нашу взаимную информацию, именно в том виде, в котором здесь написано, а используем pointwise, не знаю, как по-русски, точечная взаимная информация. Она немножко отличается тем, что здесь нет как бы вероятности. Вот этой вот. Вот. Если мы берем, соответственно, и оцениваем по взаимной информации наши BigGram, то видим, что все выглядит даже очень шоколадно и хорошо. Ну, во-первых, смотрим, что у нас BigGram как бы нечистотные, взаимная информация у нас как-то их упорядочила, она как бы не нулевая, она несет какое-то значение. Вот. Ну, правда, не совсем понятно, что здесь получилось, но, в общем-то, что-то получилось. Вот. Ну, например, мощный плавник, вот мощный даже мной, например, мощный 23-й МР. Ну, что-то получилось, да. Если хотите, можете сами проделать этот эксперимент и посмотреть, что там получается, что я вас не обманул, что именно такие как бы данные выходят. Ну, то есть, интересно, что здесь этот список, он от сортирован по значению как раз вот этой вот взаимной информации и видно, что очень странно, что она вытащила как раз слабочастотные. Видно, да? Практически нечистотные значения. Давайте посмотрим, почему. Ну, вот еще один примерчик. А здесь как бы сравнивается два перевода одного и того же слова. Вот. Первый перевод у нас сравнивается по взаимной информации. И видно, что по взаимной информации слову «хаус» лучше всего подходит слово «communice». «communice». Ну, это «community», по-моему, по-французски. Специально смотрел. А вот как раз слово «хаус», слово «комната», она «чембер», она походит как бы хуже. Вот видно, да? Тут 4,1, тут 4,2. А если мы сравниваем по квадрат-критерию, то здесь получается с равным счетом наоборот. Ну, вот. Да? И вот на самом деле почему. То есть, если мы, смотрите, вот берем два пограничных случая. Первый случай у нас события полностью зависимые, и второй у нас события полностью независимые. Да? Если мы берем формулу нашей формулу нашей взаимной информации, по которой мы считаем, ее сюда подставляем, да? И подставляем вероятности независимых событий, да? То мы, соответственно, получаем, что в этом случае наша информация, она будет равна единице на вероятность либо х, либо у, в зависимости от того, как мы это разложим. Вот. И, соответственно, для полной независимости событий мы получаем вообще, что взаимная информация у нас будет равна нулю. То есть, если события у нас полностью независимые, то у нас взаимная информация становится равной нулю. То есть чем больше у нас неопределенности, тем хуже взаимная информация у нас начинает работать. Именно поэтому здесь у нас вылезают вот такие вот странные результаты. Вот. Дальше. Это то, что касается оценки наших, вообще оценки коллокаций и оценки каких-то критериев по нахождению и по оценке правдоподобия коллокаций в текстах. До этого момента все понятно? Или есть какие-то вопросы? Ничего не понятно. Ну, мне понятно, почему ничего не понятно. Потом спрошу, где еще можно посмотреть. Не, посмотреть-то я вам список литературы дам. Так, тот, кто не опоздал, тому понятно? Понятно, как, да? Считать все критерии и, соответственно, как оценив правдоподобие наших биграм в тексте. Вот. Дальше. Дальше, на самом деле, в развитии этой темы, то есть если у нас есть две, не знаю, там, нам нужно каким-то образом оценить еще какую-то последовательность слов, ну, допустим, это не биграма, а энграма, то есть больше, чем два слова у нас есть в нашем словосочетании, то мы, ой, извиняюсь, то мы на самом деле можем начать строить энграммные модели. Вот. На самом деле, зачем нам энграммная модель? Для того, чтобы вообще оценивать вероятность там какой-нибудь фразы в тексте, да? Вот мы, например, хотим проверить, сгенерированный у нас текст или не сгенерированный. Для того, чтобы это проверить, мы можем построить некоторую вероятностную модель, энграммную модель по нашему, скажем, корпусу текстов и таким образом проверять, что у нас наш, как бы, текст, который пришел к нам на вход, он подходит под нашу модель или не подходит. Вот. Итак, из чего исходит вообще энграммная модель? Энграммная модель предполагает, что у нас есть некоторое слово, например, WN, что такое-то, WN, вот. И, соответственно, есть некоторое количество слов, которые ему предстоят. И мы определяем некоторую вероятность, вот, которая говорит, что насколько вероятно встретить в тексте слово WN, так, чтобы перед ним были слова там WN, W1, W2 и так далее. ДН минус один. Вот, соответственно, энграммная модель, она не делает предположения о порядке слов. Вот. Если мы говорим там про, если у нас просто будет P от W, то это, соответственно, будет униграммная модель. Если там один W, то, соответственно, это будет биграммная модель. И так далее. Там трехграммная, четырехграммная, и вообще вот это все называется там энграммной моделью. Вот. Ну, как это работает? Вот. Какое слово выберем? У кого какая вероятность? Давайте расставим вероятность. Большую, зеленую таблетку или лягушку? Наверное, то есть лягушки больше, но таблетка тоже похожа. Ну, без таблетки обычно бывают белые, хотя бывают и зеленые. Так, видите. Но то, что лягушка зеленая, это прям классик уже. То есть от предыдущих слов, да, у вас как-то вызывает уже ассоциацию. Зеленая, скорее всего, лягушка. А так? То есть возьмем не триграммную модель, да, а четырехграммную модель. Ну, если там какая-то французская тематика была, то может и лягушку. Нет, лягушка и не ели. Да. Соответственно, да, тут уже вероятность у нас поменялась. То есть если мы взяли там четырехграммную модель, вероятность у нас изменилась. И мы сказали, что, ну, скорее всего, в этом случае лучше взять таблетку, чем лягушку. Вот. Вот так вот это работает. Но в чем проблема вообще нграммных моделей, да? То есть проблемы понятны, что мы берем наш корпус текстов, например, в 20 тысяч. Да, всего там 20 тысяч слов. И, соответственно, считаем, какое количество там биграмм у нас получается. Ну, если у нас биграммная модель, то количество биграмм там 400 миллионов. Если у нас триграммная модель, там 8 триллионов. Ну и так далее. То есть видно, что чем более сложную модель мы хотим построить, тем сложнее у нас будет ее посчитать. Потому что количество всяких... То есть количество инвариаций, вариантов у нас очень сильно возрастает. Как быть? То есть если мы хотим построить там достаточно большую модель, то для этого можно просто взять и уменьшить количество слов. Как уменьшить количество слов? Ну, понятное дело, что все мы знаем морфологию, да? Берем, заряжаем это все в морфологию. И, например, для русского языка число слов можно сократить там, ну, если не в разы, то на порядок. Да? То есть сократить размер словаря. Вот. Дальше. Что еще можно? То есть можно просто взять и поискать синонимы. То есть взять... Вот. Что еще можно? Можно взять, например, к классам эквивалентности и еще отнести тот пункт, который мы разбирали до этого. То есть взять наше устойчивое словосочетание, посчитать каким-то образом. То есть сделать какую-то предобработку текстов для того, чтобы уменьшить нашу инвариантность, да? Вариативность наших беграм. Вот. Ну и, соответственно, как мы можем оценивать нашу модельку? То есть понятное дело, что мы можем посчитать вероятность появления беграм в тексте. Вот. Нам бы хотелось все-таки построить какую-то модель. Ну и по вот эту вот вероятность, которую мы хотим, условную вероятность, которую я вам описывал в начале, мы хотим посчитать, то мы можем ее рассчитать через вот такую дробь. То есть вероятность взаимной встречаемости слов там первого по n разделить на вероятность взаимной встречаемости слов с первого по n минус первое. И таким образом, что нам нужно оценить? Нам нужно оценить вот эту вероятность и нам нужно оценить вот эту вероятность. Ну и, как всегда, эти вероятности мы можем оценить через что? Через частоты, да? Например, с большой зеленой лягушкой. Например, берем нашу большую зеленую, она встречается 10 раз, лягушкой она встречается 8 раз, таблеткой она встречается 1 раз и сумкой 1. Соответственно, мы можем сказать, что мы можем оперировать где-то приблизительно такими вероятностями. То есть через эти частоты определяем вероятность. И, соответственно, через эту относительную частоту мы выражаем метод так называемый MLE, Maximum Likelihood Estimator. Почему Maximum Likelihood? Потому что мы на самом деле по нашему корпусу считаем максимальную вероятность. Мы по-другому не можем, потому что частота нам всегда даст максимальную вероятность, которая есть в нашем корпусе. Поэтому он называется Maximum Likelihood. И, соответственно, дальше через частоты выражаем нашу вероятность с первого по n и точно так же с первого по n-1. И получаем для нашей беграмки вероятность как отношение частот. Слово, когда оно встречалось в таком контексте, к слову, когда оно встречалось в таком контексте. В контексте на одно слово меньше, да. Ну и вот простой пример. То есть, опять же таки, это у вас там в ноутбуках есть. Можно оценить фразу, там, президент США Барак Обама решил сняться в телепридаче с Биар Гриллсом. Надо, кстати, поменять уже. То все же, уже не президент США. Ну и, соответственно, возьмем три модели. Юниграмм, биграмм и триграмм. Ну и, понятное дело, что у нас здесь есть. Это вероятность для оценки для модели юниграмм. В нижней строчке это вероятность. Соответственно, здесь, если мы возьмем эти слова, отсортируем по вот этой вероятности, то видно, в какой позиции они будут находиться, да. Ну, видно, что, допустим, топовые слова по вероятности, они будут вот такие вот. Ну, понятно, потому что самые частотные. То есть, у нас юниграммная модель, самые частотные слова какие у нас? Вы, я, он, она, там, и. То есть, все наши предлоги будут. Вот. То есть, эта модель не очень подходит нам для оценки вообще того, насколько хороша та или иная фраза. Вот. Соответственно, вот для биграммной модельки. Смотрите. То есть, тут уже все гораздо лучше. То есть, если мы возьмем позиции, да, то видно, что, например, Барак Обама у нас находится там на нулевой позиции. Ну, то есть, по вероятности, да. А если мы возьмем, например, президент США, то это у нас четвертая позиция по вероятности в списке. Уже достаточно неплохо. Вот если мы возьмем вообще, сортируем по вероятности слова, ну, биграммаса со словом президент, то увидим, что, например, они имеют вот такой вот такой список. То есть, президент России, президент Украины, президент РФ и президент РФС. Вот. То есть, вот эта моделька, она уже описывает нам наш текст гораздо лучше. Ну, потому что, потому что тут просто информации больше. И ничего. И тогда, соответственно, треограммная модель – это ваше домашнее задание. Надо будет вот эту же фразу оценить на треограммной модели и посмотреть, что у вас получится. Да? А есть предположение, что получится? А? Почему хуже будет? Почему хуже? Мне кажется, что там придет больше расщепление, что-то уйдет в высокие вероятности, что-то… Частота понизится. Частота понизится, вот. Первое. Да, конечно. А какая-то частота понизится, то и в достоверность упадет. Достоверность, наоборот, повысится. То есть, достоверность фраз как раз… Но у вас в чем проблема-то станет? У вас начнут вылезать дырки. То есть, каких-то словосочетаний у вас просто не будет. Вот это не достоверность упадет, а то, что вам нужно как-то бороться с дырками. То есть, понятно, в юниграммной модели этой проблемы нет, потому что все слова есть. В биграммной – это проблема меньше. Да, в треограммной модели вы это увидите на себе. То есть, увидите, что там будут у вас просто дырки появляться. То есть, для каких-то словосочетаний, ну, троек, их не будет, да, просто-напросто. Это действительно проблема. Если, например, в четырехграммной модели, там уже сколько нужно? 10-17 этих сочетаний. Если они все как-то не дырками, то это как их хранить? Вы просто… Нет, вы можете… Вопрос не как их хранить, а вопрос как бы в том, насколько хорошо она работает для оценки, например, вероятности незнакомого текста. То есть, у вас же есть корпус какой-то, по которому вы строите вашу модель. А потом вы вашу модель, соответственно, уже применяете для оценки чего-то. Ну, например, запроса или, например, документа. И вот когда вы это делаете, то если вы используете там треограммную модель, то у вас начинают появляться дырки, которые вы не знаете, как заполнять. На самом деле есть способы, но пока мы до них не дошли. Через части речи. Через части речи, это как? Ну и, соответственно, треограммная модель, да, она будет работать хорошо, но появится у вас много дырок. То есть, вы получите хорошие достоверные вероятности для тех троек, которые у вас будут, но при этом для тех троек, которых у вас не будет, у вас будут слова выпадать, вы получаете пробелы. Что делать? Хотим построить большую модель для большей достоверности, но что делать? Но как-то нужно этот вопрос обойти. Варианты есть? Ну, наверное, существует какая-то базовая минимальная вероятность совпадения трех слов, и она будет отличная от нуля. Так, хорошо, правильно. Еще есть варианты? Базовая как раз независимая, слава, перемножаешь вероятности. И вставляешь в эту дырку. Ну, как вариант, да. Заглубка. Есть более интересный метод, да. Ладно, ну, первое, это что? Если мы не знаем про какие-то данные, мы что можем сделать? Мы можем понизить, то есть сделать модель чуть поменьше, да. То есть в тот момент, когда у нас появляются дырки, мы говорим, что мы будем использовать не трехграммную модель, а беграммную. Вот то, что вы сказали. То есть, ну, вы сказали, что сразу давайте скатимся в генеграммную модель. Да, я говорю, что вот у нас есть трехграммная, мы давайте скатимся в беграммную хотя бы и поищем там. И, соответственно, в эту беграммную модель будем как бы уже использовать. И второе, это сглаживание. И, соответственно, сглаживание, его можно использовать уже для нграмм любых порядков. Здравствуйте. Проходите. Сегодня я вам расскажу немножко так как бы про лапласовское сглаживание. Это самый простой вид сглаживания. На самом деле, то, что и сказали, то есть добавляем там единичку просто ко всем частотам, да, и делим на размер словаря. То есть, по сути дела, ко всем частотам просто говорим, что у нас в каждой частоте прибавляется единица, а размер словаря у нас на самом деле используется как нормировка к этой единичке, да. То есть, если мы про это слово не знаем ничего, то его дефолтовая частота будет единица на b. Ну, и на размер словаря. Понятно, да? То есть, какая-то дефолтовая циферка. Да, можно использовать. Да, 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 очень похоже. Соответственно, чем плохо? Что у нас для низких частот будет сильная погрешность. Понятно, да? Для высоких как бы там ничего страшного, а когда у нас будут низкие частоты, соответственно, будет сильная погрешность. Ну, и вот примерчик. Вася, Петя, Женя. Вася с частотой 3, Петя с частотой 2. И, соответственно, построена гистограммка для вероятности для каждого из этих имен. То есть, для нормального, да, для смещённой и несмещённой статистики. Вот, соответственно, здесь применено лапласовское сглаживание. Да, вот видно, что здесь у нас для несмещённой статистики, для инокентия у нас дырка, то есть ничего нету. Да, для, соответственно, инокентия в смещённой статистике, когда мы сделали лапласовское сглаживание, вроде у нас дырки уже нет. Но вот посмотрите, что у нас произошло, например, с Женей, да, с единичкой. То есть тут как бы немножко вероятности поехали. Хотя, если брать отношения, да, вот этих вот вероятностей, тут вроде ничего не изменилось. То есть, если брать Женю, там, не знаю, с Васей, то отношение как бы оно не сильно изменилось. Но, скажем так, если брать смещённую с несмещённой статистикой, да, то видно, что она сильно изменилась. Вот, я ей говорю, а то, о чём я говорил, что для нечистотных значений у нас, для нечистотных, у нас получается как раз вот такая вот штука вылезает неприятная. Вот. И где, соответственно, мы можем применять анграммные модели? Ну, понятное дело, в поиске, в запросах искать уже не устойчивые словосочетания, а наиболее вероятные словосочетания. То есть, если в колокациях мы искали устойчивые словосочетания какие-то, да, вот такие, как «идёт дождь», это кто опоздал, да, «идёт дождь», да, например, устойчивые словосочетания. То есть здесь мы используем анграммную модель для поиска уже наиболее вероятных словосочетаний. Например, «Георгиевская ленточка» приобрести бесплатно, да, то есть где приобрести, например, да, например, то слово-сочетание, это не является колокацией самой по себе, но оно достаточно устойчивое, у него будет достаточно высокая вероятность. Вот. Оно часто встречается, то есть мы можем выделить вот это, где приобрести в пассаж, посчитать его вероятность, и, по сути дела, просчитав вероятность, скажем так, вот этих вот вхождений, вот, мы можем эти вхождения уже использовать для поиска по нашей базе данных. То есть использовать не просто «булев поиск», да, вот, например, а использовать как раз вот эти вот словосочетания, как информацию для того, чтобы найти более релевантный документ. То есть не просто, где вначале встречается в Киеве Бузина, в огороде, ой, где у нас в огороде Бузина, в Киеве дядька, да, то есть в начале документ у нас Бузина, в конце дядька, да, вот, в начале у нас будет Георгиевская, в конце, соответственно, документ у нас будет ленточка встречаться. Булевым поиском мы так и найдем. В ссорном поиске поднимем все документы? Да, мы поднимем, но, да, 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 конечно. Потом мы в них посчитаем вероятность? Да, потом мы в них начнем оценивать вероятность того, что эти слова у нас встречаются вместе, вот, и, соответственно, мы уже эту информацию будем использовать. Например, использовать дальше для пропихивания на машинное обучение, как все у нас любят. Берем, считаем вероятность, считаем вот эти циферки и используем их в машинном обучении. Так, как бы здесь вроде все, вот. И дальше, соответственно, следующая лекция вам расскажет, какие еще методики сглаживания у нас бывают. Вот, соответственно, и сегодня мы еще раз посмотрим про марковские цепи и скрытые марковские модели. Далее у нас марковские цепи и вообще марковские модели. Давайте начнем про них рассказывать. Вот, есть такое хорошее существо, у меня дома живет, и дочка за ним ухаживает, называется хомячок. У него всего три состояния. Первое состояние – это спать, второе состояние есть, и третье состояние – бегать по колесу, ну или по клетке, заниматься физкультурой. Вот, с каждого состояния, находясь в каком-то состоянии, может там с какой-то вероятностью, соответственно, перейти в другое состояние. Может остаться в этом состоянии, может перейти там в другое состояние, но всегда есть какая-то вероятность. И вот если там вот этот жизненный цикл хомячка как бы разложить на бесконечном количестве времени, то эти вероятности, они там будут всегда одинаковые. То есть для того, чтобы хомячок спал, и он встал, и опять лег спать, у него всегда вероятность там 0,9. Вот, потом он с какой-то вероятностью может перейти в состояние покушать, например, или там в состояние побегать. Вот, и вот эти вероятности, они как бы устойчивые, они всегда со временем не меняются, ну или изменяются слабо. Вот, ну если так посмотреть, то вот если взять вот этот узел, это состояние, то сумма всех вероятностей, исходящих из этого состояния, она будет равна единичке, да? Соответственно, из другого и из другого. Вот. Вот эта вот моделька, которую я вам сейчас описал, жизнь хомячка, она на самом деле полностью подчиняется марковской модели. То есть переход из состояния в состояние и нахождение там в этом состоянии, то есть проживание в этом состоянии. И то, что такое марковская модель? Марковская модель характеризуется, первое, это последовательностью случайных величин. Ну, маркируются они обычно так, это x и, соответственно, x от первого до времени t, это жизнь нашего хомячка на самом деле, да, случайные величины. И состояние, в которое наш хомячок пребывает, маркируются они там s с первого по n, то есть n состояние у нас. Для хомячка это три состояния всего на всем. А вот эта вот, она там бесконечная последовательность, он бегает, прыгает, соответственно, кушает и так далее. Вот. Свойства такой вот марковской цепи. Первое, это ограниченный горизонт. Что это значит? Что каждое последующее состояние зависит только от предыдущего, но не зависит от предпредыдущего во времени. Да, ну, записывается это вот такой формулой, ну, приравниваем вероятности, что вероятность нахождения системы в состоянии k вот, зависит, как бы, от состояния, который, от времени с первого по t, равно вероятности нахождения системы в состоянии k в момент времени в t плюс 1, в зависимости от момента времени только t. Вот. Соответственно, что такое для нашего хомячка, это что значит? Что вот он забывает все, что он делал до этого, то есть он спит, встал, вот, и с какой-то вероятностью начинает делать следующее. То, что он делал до этого, полностью забыто. Вот. Стационарность, то есть временная инвариантность, это значит, что наш хомячок, как бы, он бегает, да, вот я говорил, что вероятности, вероятности у нас, как бы, сохраняются, да, то есть в зависимости от времени вероятность перехода из состояния в состояние, она всегда сохраняется. Ну, вот, собственно говоря, вот этой формулой это и написано. То есть в какой бы момент времени я не возьму хомячка, всегда вероятность перехода из состояния 1 в состояние 2, она будет одинаковая. Вот. То есть со временем она не меняется. Вот. И, соответственно, еще одно свойство, это стахастическое, ну, это даже не свойство, а просто то, что наша марковская модель, она имеет стахастическую матрицу, обозначается буквой литерой А, большое. Вот. И она характеризуется чем? Она характеризуется как раз вот этими вероятностями перехода из состояния и в состояние Жи. Вот. Обозначается литерой А и малая, вот, как правило, и, соответственно, буквками А и Жи. Вот. И обозначается вот вероятностью. То есть вероятность того, что система находится в состоянии, перешла из состояния С и Т с момента времени Т в состояние С, Ж и Т в момент времени Т плюс 1. Вот. Свойство, понятное дело, поскольку это вероятность, то она всегда больше нуля, вот, для любого И и Жи. И оно, сумма по всем строкам, по всем строкам этой таблички, то есть если мы возьмем одну строчку и посуммируем, всегда будет равна единичке. Вот то, что я вам говорил, да, если вспомните, то вот если мы возьмем наше состояние и всей вероятности всех исходов из этого состояния, если мы их посуммируем, у нас будет равна, будет всегда единица. Вот. Это и записано как раз вот в этой вот, в свойстве вот этого элемента А и Т, Ж и Т. И еще есть так называемые начальные состояния, да, то есть обозначается она литерой Пи с обиндексом И. Вот. То есть в начальный момент времени, то есть если мы берем и в какой-то момент времени начинаем отсчет, то в начальный момент времени у нас система находилась в каком-то начальном состоянии с некоторой начальной вероятностью. Все. Вот. Все описание марковского процесса, марковской модели. Вот. Ну и понятное дело, у марковской модели, у нее есть там граф, который можно нарисовать. Вот. Как мы для хомяка нарисовали тот граф жизни хомячка, так и для любого процесса, который мы, как бы, который у нас есть, мы можем нарисовать такой граф. На ребрах этого графа мы помечаем вероятности перехода из одного узла в другой, вот, причем вероятности могут, система может всегда переходить из одного состояния в другое, вот, либо может иногда оставаться в этом же состоянии с какой-то вероятностью. Тогда вот граф просто ребро замыкается на самой себе, на одном и том же узле. Вот. Как считается вот еще порядок марковской сети? То есть, если мы берем текст, вот, это вот, вот эта вот вставочка, она для текста, то мы говорим, что мы берем слово, да? Соответственно, всегда есть вероятность того, что мы после этого слова у нас будет следовать другое слово. То есть, мы наш текст тоже можем писать некоторой марковской цепью, да? Вот. Если мы берем два слова, вот, то, соответственно, это у нас биграммы, как мы знаем из н-граммной модели, да? И марковская цепь будет иметь первый порядок, n-1. Вот. Если мы берем три слова, то есть, соответственно, два слова перед одним, да? То есть, это будет уже три слова. Для н-граммной модели это три грамма, и марковская цепь будет иметь второй порядок. Вот. Соответственно, понятно, как марковскую модель описать тремя словами, ну, трехсловно сделать, из трех слов. Понимаете, да? То есть, каждое состояние будет что в этом случае являться? Функция двух предыдущих. Да, то есть, два слова этого состояния, мы перешли в какое-то одно слово, это следующее состояние, да? То есть, каждое слово, для биграммной модели это каждое слово у нас состояние, для трехграммной, для, соответственно, марковской сети второго порядка у нас есть два слова предыдущих. Это одно состояние, одно слово, это следующее наше состояние. Вот. Ну и так, примеры. Вот, например, если мы возьмем наших мышек или нашего хомячка, запустим их в лабиринт, то они тоже будут через бесконечное количество времени, они будут подчиняться вот этим марковским законам, и, соответственно, можно будет составить какую-то марковскую цепь, их нахождение в узлах лабиринта. Вот. Типичная проблема, которую можно решать, например, с помощью марковских моделей, это колл-центры. Вот, перенаправление звонков тоже можно как бы разгрузку делать. Вот. Случайное блуждание по интернету, пейджеранг, уже, по-моему, у вас был. Пейджеранг был? Нет. Вот он как раз тоже описывается марковской модели. То есть, если пользователь ходит по интернету, да, то он всегда находится там на одном сайте, потом перешел с какой-то вероятностью на другой сайт. Вот. Вот это как бы и получается наша марковская модель. То есть, все, весь мир, он вообще, его можно описать, особенно в нашем поиске, его можно описать там марковскими моделями. Вот. Модель клика в запрос документ. То есть, пользователь кликнул, он ввел запрос, кликнул в документ, да, ему документ не понравился, он перешел, кликнул в другой документ. Тоже марковская модель, да. Состояние документ, клик — это просто переход из документа в документ. С какой-то вероятностью он может кликнуть или не кликнуть документ. Ну и так, и, соответственно, наша текстовая модель, когда у нас есть текст, есть последовательность слов, мы ее тоже можем описать марковской модели. Вот. Все очень просто. Ну и, соответственно, как считается вероятность последовательности для марковской модели. Понятное дело, что у нас есть некоторая вероятность, да, вероятность того, что мы... И была последовательность, мы наблюдали такую последовательность, там, x1, xt, вот, то мы можем ее разложить на произведение вероятности. Вот. Произведение вероятность того, что мы находили в состоянии x1, произведение, умножим на вероятность того, что мы находили в состоянии x2 при условии того, что мы находили в состоянии x1, и так далее, да. Видите, что вот здесь мы не проигнорировали того, что у нас каждое последующее состояние записано в вероятность. Но, пользуясь свойством марковской цепи, свойством марковской модели, что у нас каждое последующее состояние зависит только от предыдущего, мы можем переписать вот это выражение вот таким вот образом. То есть вероятность на x1, вероятность x2 при условии x1 умножить на вероятность xt на xt минус 1, ну и так далее. Или вот p от x1 это есть не что иное, как наше начальное состояние, вероятность нахождения в начальном состоянии p от x1, ну обычно вот так обозначается, и умножаем его на произведение вероятности переходов из состояния xt в xt плюс 1. Вроде как бы тут все понятно. Вот такое произведение у нас получается. Это для того, чтобы вообще вычислить вероятность появления вот такой последовательности. То есть какой бы длинный у нас текст ни был, мы можем всегда рассчитать вероятность того, какова вероятность того, что у нас такая последовательность вообще реальна. все равно понятно. Вот, ну и соответственно мы можем вот на этом графе взять и посчитать вероятность вот такой последовательности. TIP. Можно поупражняться. Слихотеть. А вот если вы усказали вероятность, то единица будет равна сумме вероятности вот всех вариантов, то есть о кубок, правильно? Не умножаем. То есть это 0,18, а к чему это требует получить единицу? Что, что? Каким вероятностью надо было это 0,18 превоять, чтобы получить в итоге единицу? То есть всевозможные слова из трех букв и как? Почему мы должны в единицу получить, я не понимаю. 0,18 это вероятность того, что появилась вот эта последовательность. Ну, мы берем, допустим, три буквы, да, TIP, вот используя вот этот граф, да? То есть полное событие, это, грубо говоря, всевозможные последовательности в трех буквах, правильно? Да, да, да. Нет, смотрите, вот давайте так. Мы просто на это, вот у нас есть вероятность того, что мы находились в состоянии T, да? Вот в состоянии T, где оно у нас тут на графе, вот оно, да, вот мы вот здесь вот находимся, да? Вот. Дальше мы на самом деле из этого состояния хотим перейти в состояние I. Вот. Дальше мы смотрим, вот в состоянии I, чтобы нам перейти, мы переходим вот сюда, да? Вот мы переходим в состояние I. Вот. Дальше следующее мы говорим, что мы переходим в состояние P. И в состоянии π, чтобы нам из i перейти, мы двигаемся по этому ребру. То есть получаем 0.3, 0.6, и в стартовое состояние мы всегда-сюда попадаем с вероятностью единичка. Поэтому начальное состояние у нас единица. Ну, начальная вероятность, да? И таким образом получаем финальную вероятность того, что мы получим вот эту последовательность, то есть t, i, p, вот используя вот этот граф, мы просто перемножаем наши вероятности. И получаем, что если мы находимся в состоянии t, то вероятность как бы попасть в состояние π при том, что мы перейдем в состояние i, вот 0.18. Как бы так. Тут ни шток единицы как бы не приравнивается. Нет, не приравнивается. Про другое говорю, то есть человек будет являться дополнительным для этого события. Возможно ли последовательность педеметрии, кроме вот этой? Я не совсем вас понимаю. То есть вероятность предполагает то, что у нас есть какие-то другие варианты, и вместе с другими вариантами рассматривается создание единицу, условно. А что надо вычерять с другими вариантами? А, другими вариантами вы можете просто-напросто, я понял, про что вы говорите. Другими вариантами вы можете отсюда перейти в другое состояние. Вот, вот другие ваши варианты. Вот, то есть отсюда вы можете перейти в состояние A, да, и то есть переход во все другие состояния у вас как раз и получит там полный. Да, да, просто сейчас здесь рассматривается как только... Да. Так, ну и соответственно наша любимая фраза. Президент США Барак Обама решил сняться в телепередаче с Биар Грилсом. Вот, и мы можем что сделать? Тоже взять, построить, посчитать вероятности по нашему корпусу встречаемости там БиГрамм наших, да, построить по ним Марковскую модельку и получить вот такую вот как бы вероятность. Ну, здесь вот на самом деле есть просто вероятность, но она такая очень маленькая, Е в степени минус 24, 10 минус 24. Вот, и поэтому мы просто ее логарифмируем для того, чтобы получить какую-то, какую-то, какую-то разумную чиселку. Мы берем два, 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 президент США, США Барак, да? Да, 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 то же самое. То есть, сначала мы начальную вероятность президент берем, да? Чем нужно всех? Да, и все перемножаем просто. Собственно. Да, да. Ну, либо логарифмируем это все. Если мы прологарифмируем, то получится вот такое. Вот. И, соответственно, ну, само по себе это нам ничего не говорит. Это здорово, что вы посчитали. Но давайте возьмем вот такую фразу, да? Президент Китая Барак Обама. Вот мы просто возьмем ее, сравним, да? Насколько вероятнее вот эта фраза и чем вот эта фраза, да? И видно, что у нас сразу вот эти вот вероятности, вероятности, во-первых, президент Китая, такого не бывает на самом деле. Мы видим, что тут какая-то мизерная. Да, ну, практически ноль, тут сглаживание просто еще. Вот. И, соответственно, Китая Барак, что такая, может быть, где-то встреча, там, Барак Обама там приехал в Китай, но это будет обратная последовательность. Вот. И вот это вот нам убивает нашу суммарную вероятность. И видно, что она становится хуже, да? То есть это менее вероятная фраза, чем вот эта вот фраза для нашего корпуса. То есть таким способом, с помощью марковской модели, мы смогли оценить, взвесить две фразы и посмотреть, какая из них более вероятная. Вот. Ну, по сути дела, это то, про что я вам говорил. А марковские цепи, марковские модели, это все одно и тоже. То есть называется? Ну, в общем-то, да. Марковские модели — это обобщенное название. А мы говорим про марковские цепи, скорее всего, чем про марковские модели. Потому что марковские модели — это общее понятие всего. Потому что есть еще марковские случайные процессы. То есть, как бы, ну, вот это все как бы такое объединение. Вот. И, соответственно, что у вас будет, где это можно использовать, да? Вот, например, каждый автор имеет свой стиль. Да, соответственно, мы можем использовать правдоподобие такого рода для того, чтобы определить авторство человека. То есть, мы можем сказать, насколько вот этот текст, да, принадлежит или не принадлежит этому автору. Это просто берем и строим марковскую модель, марковскую цепь. А в качестве параметров, то есть, как раз, и веса будет, правильно? Почему? Ну, про подобие, нам нужен параметр. В качестве параметра. Параметров, там, по сути дела, гиперпараметры у вас. То есть, вы считаете их на каком-то корпусе. Ну, то есть, это будут веса марковской модели? Да, 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 это веса. В вероятности, по сути дела, перехода, да. Вот. И, соответственно, дальше. Оценка релевантности документа из опросов. Тоже это можно делать. Вот. Правда, это достаточно трудоемкая задача, но тоже можно делать. Вот. Классификация источников новостей. То есть, по сути дела, это вот третий пункт перекликается с первым. Ну, потому что в каждом, в каждой новости у них свой стиль. Вот. То есть, там свои авторы. И, соответственно, если мы возьмем вот эту группу авторов, то мы так или иначе сможем просто определить их стиль. И таким образом, когда к нам приходит новость, мы можем сказать, какому источнику, там, не знаю, известия или, например, там независимая газета. С какой вероятность? Да, вот с какой вероятностью? Вот это домашнее задание, которое вы будете. Ну, вообще, с какой вероятностью? Ну, я думаю, что порядка 0-7 будет у вас accuracy по таким. Ну, это неплохо, да. Ну, вот попробуйте. Должно работать. Вот. Ну и следующий. Немножко замороченная штука. Это тоже марковские модели, как бы, называется скрытые марковские модели. Почему скрытые? Потому что в отличие от марковских моделей, где мы наше состояние наблюдали и потом их использовали спокойно, то здесь как раз эти состояния не скрытые. И мы, помимо того, что у нас есть состояние и наши случайные перемены, у нас есть еще и наблюдаемые переменные, наблюдаемые значения. Вот. Давайте на примере, чтобы как бы не были голословными, у нас есть, например, такой вот сумасшедший автомат прохладительных напитков. Этот автомат прохладительных напитков может наливать три вида напитков. Кола, холодный чай и лимонад. Три. Да? Вот это наши наблюдаемые значения. То есть мы к нему подходим, сюда стаканчик засунули, он нам налил колы. Нажали на кнопочку, налил колы. Нажали на кнопочку, налил там холодного чая. Нажали на кнопочку, налил лимонада. Все, что мы можем. Выбирать мы не можем. Одна кнопка. Одна кнопка, да, у нас. При этом мы знаем, что внутри он переходит вот по таким состояниям. У него внутри есть два состояния. Одно состояние – это кола-перф. Предпочитаем колу. И второе состояние – предпочитаем айс-ти. Ну, холодный чай, да? И, соответственно, мы знаем, что находясь в каждом из этих состояний, он с определенной вероятностью может налить либо колу, либо холодный чай, либо лимонад. Соответственно, находясь там во втором состоянии, тоже либо колу, либо холодный чай, либо лимонад. Да? А мы эти состояния не видим. То есть, да, состояние это не видим. Мы видим только то, что он нам наливает. Вот он находится здесь. Мы нажимаем на кнопочку, и он с вероятностью, допустим, кола… Мы находимся в состоянии СИПИ, да, вот. Нажимаем на кнопочку, и он с вероятностью 0,6 наливает нам колу. Или с вероятностью 0,1 наливает нам холодный чай. Или с вероятностью 0,3 наливает нам лимонад. Понятно, да? После того, как он налил нам какой-то напиток, он переходит в следующее состояние. Да? Либо, то есть, если он находился в состоянии СИПИ, он может с вероятностью 0,7 остаться в этом состоянии, с вероятностью 0,3 перейти в состояние, предпочитаю, холодный чай. Понятно, да? И следующее наше нажатие на кнопочку вызовет, либо нам нальют колу с вероятностью 0,1, либо нальют холодный чай с вероятностью 0,7, либо нальют лимонад с вероятностью 0,2, если мы находимся вот в этом состоянии. Если же мы остались в состоянии СИПИ, да, то мы, соответственно, получим вот эту, ну, с такой вероятностью такие напитки. Почему скрытые марковские модели, да? Потому что мы можем только наблюдать наше значение. То есть мы можем наблюдать наши напитки, то, что он нам наливает. Но мы не можем наблюдать, что там внутри этого автомата происходит. Мы только по скрытым значениям можем предполагать, что он находится вот в этом вот состоянии. Понятно, да? Понятно? Вот. Итак, какая задача скрытой марковской модели? Ну, я уже, по сути дела, сказал про нее, да. Задача — это определить вероятность того, что нам нальют тот либо иной напиток, не имея информации о том, в каком состоянии находится эта модель. Но зная, что мы уже какую-то последовательность до этого пронаблюдали. Мы знали, что мы подошли, мы стоим там около автомата, так, значит, он налил нам колы, он налил там к человеку, извиняюсь, который подошел, налил колы, потом в следующем он налил там АСТ, в следующем он налил там, не знаю, еще что-то, еще что-то. Мы, соответственно, это все стоим, записываем на бумажке, и наша цель — определить, в каком, какая последовательность состояния здесь, скорее всего, наиболее вероятна у него была. То есть, в какие состояния он прыгал внутри себя. То есть, для чего? Для того, чтобы определить, что он нам нальет в следующий момент времени. Вот. То есть, задача в скрытой марковской модели, это называется вероятность выпуска символа. Emission, да? Английское слово emission, символ emission. По-русски я не знаю, просто так, наверное, переводится. Вероятность выпуска какого-то символа, какого-то значения, или просто наблюдать какой-то output, какой-то выход в сети, да? Вот. И, соответственно, тут мы добавляем еще вот такую вероятность дополнительную. То есть, что она означает? Что это вероятность того, что система, мы наблюдаем как раз вот этот вот выход, k, да, наш output, при условии того, что система перешла из состояния и в состояние g. Ну, понятно, она перешла из состояния cp в состояние ice, там, ice-t-prefere, и, соответственно, налила нам холодный чай. Это будет как раз и g, выпустила символ k. Ну, и вот таким образом. Вот. И теперь поупражняемся немножко. Какова вероятность увидеть последовательность лимонад, холодный чай, если машина стартует в состоянии cp? Давайте, ваш вариант. Решение вот написано, на самом деле, но вот мы находимся вот в этом состоянии cp. Считаем вероятность. Сначала лимонад. Сначала мы лимонад должны получать. С вероятностью 0,3 он нам нальет первый лимонад, с вероятностью 0,7 он нальет не лимонад. Значит, нужно 0,3 умножать на что-то дальше. То есть, да хорошо, он налил нам лимонад, берем 0,3. Да, дальше что он делает? Дальше он либо останется в состоянии cp, с вероятностью 0,7, либо перейдем в состояние ip, с вероятностью 0,3. Так, хорошо. Перешли в состояние ip, в состояние 0,3. Значит, мы не лимонад. И налили что? Так, лимон ast с вероятностью 0,7. Значит, 0,3 умножить на 0,7, 0,21 умножить на 0,3. Плюс 0,3 умножить на 0,1 умножить на 0,7. Правильно. Вот, собственно говоря, мы и получаем эту финальную вероятность. То есть вероятность увидеть вот эту последовательность, она понятна всем? Нет? Еще раз. Где, кстати, лимонад на этой схеме? Где лимонад? Лимонад дайте мне. А потом переходит в состояние. Понятно. То есть лимонад что-либо наш? Смотрите, он находится в состоянии CP, кола-преферр. Находясь в состоянии CP, он с вероятностью 0,3 наливает нам лимонад. Вот она, 0,3. А здесь нет, она в табличке есть. Граф нужен нам для вероятности переходов. Ну, если лимонад для объектов. Ну, если лимонад для объектов. То есть есть два состояния, и при переходе, пожалуйста, вы видите одно распределение для обороны, чая, лимонад, на другую? Да, да, да. Разные распределения для каждого. Совершенно верно. В каждом состоянии разные распределения для объектов. Просто вот они здесь в табличке выведены. Так, налили, значит, лимонад в состоянии CP. Так, налили. 0,3. Так. 0,3 это что такое? Вероятность лимонада. Да, вероятность того, что мы налили лимонад. Дальше мы перешли в состояние Ice Preferred, да? Ice-T Preferred, то есть IP. Перешли в это состояние с вероятностью 0,3. Вот, мы умножаем эти вероятности. И в этом состоянии мы с вероятностью 0,7 наливаем холодный чай. Вот первое слагаемое получили, да? 0,7. А вот это перед 0,7 наливаем? Это мы перешли в состояние из Coler Preferred, Vice-T Preferred. Вот она. Вот это ребро графа. Это вот первое слагаемое, да. Вот, соответственно, второе слагаемое что значит? Опять же, мы далили лимонад. Да? Нет, а сойсти на лимонад. А? Аистил на лимонад. Нет, второе слагаемое. У нас же два варианта налить нам, увидеть вот эту последовательность. Первый вариант мы с вами разобрали. Второе, второе слагаемое, это второй вариант. Второй вариант это опять налить лимонад нам с вероятностью 0,3. Перейти в себя же. Да, перейти в себя же. И, соответственно, налить нам с вероятностью 0,1 аисти, да. Ну вот оно все здесь. И получили 0,84. Все ясно. Все понятно. Следующий пример будет, что делать, если мы не знаем начальное состояние? Нет, следующий пример. А, кстати говоря, а колу почему мы не считаем 0,4? Какой колу? А в нашей последовательности колы нет? Ну да, у нас только вот. У нас лимонад или аисти. Колу это мы пьем встали. Да, это нужно действительно поменять в следующий раз. Что у студентов на столах, я то и буду сюда вставлять. На лимонаде непонятно. Ну да. Итак, основные термины. Основные термины скрытой марковской системы. Что у нас есть? Еще раз, у нас есть состояние. Это мы знаем. Они есть и в марковской модели, они есть и здесь. У нас есть алфавит. Ну это, соответственно, что это? Лимонад, кола и, соответственно, что там у нас еще было? Холодный чай. Это наш алфавит. Да? Вот. Размер алфавита там, он от единицы до L. У нас есть наши начальные состояния, так же, как в марковской модели обозначаются пи. Ну, матрица состояния, поэтому пи большое, да. Соответственно, у нас есть вероятности перехода. Вот. Матричка вероятности перехода из состояния и в состояние G. И у нас есть вероятность выпуска символа при условии перехода из состояния V и состояния G. Вот. Это тоже можно рассчитать. Кстати, у нас вот в этой вот модельке ее не было. Вот. Мы ее пока не использовали. Ну и, соответственно, последовательность наших состояний, да. То есть она, опять же-таки, бесконечна. Мы ее можем наблюдать. Там бесконечное количество времени. То есть это X1, XT. Вот. И выходная последовательность, которую мы наблюдаем во времени. То есть мы бесконечно там что-то внутри у себя этот автомат крутит. И наблюдают бесконечно колу, холодный чай, холодный чай, кола, что там у нас еще. Лимонад. Вот. Это все происходит бесконечно. Вот. И все вот это O, оно формируется из вот этого алфавита. Так. И три задачи, которые скрытые марковские модели решают. Вот сегодня мы их рассмотрим. Это первое. Дана у нас моделька. Вот. Моделька у нас... Что мы можем вообще по нашей статистике посчитать? Да. Если у нас есть как бы какой-то корпус текстов, например, или какие-то данные. Мы можем посчитать переходы. Мы можем посчитать переходы с условием выпуска каких-то наблюдений, каких-то аутпутов. Да. И мы можем посчитать начальные состояния. Поэтому моделька у нас описывается матричкой А, матричкой Б и матричкой П. Этими тремя параметрами. Вопрос в том, где мы еще состояние возьмем. Состояние у нас есть. Состояние мы можем на каком-то трейн-сете, мы можем их наблюдать. У нас есть где-то в комарке автомат, вот этих поразливых. Мы его вскрыли там и на нем обучились. Потом мы можем, соответственно, симулировать эту систему на каких-то автоматах, которых мы знаем, что у них внутри эти состояния есть. Но мы на самом деле приходим там и уже по наблюдаемым значениям можем, конечно, эти состояния каким-то образом восстанавливать. А, понятно. То есть задача восстановления предприятий мы в первом случае считаем решенным. Здесь, да, здесь у нас состояние есть все. На самом деле в первом случае нам нужно оценить, насколько вероятны наши наблюдения, и они подходят под ту модель, которую у нас есть. То есть мы вскрыли автомат, построили модельку, и дальше ходим по соседним автоматам, которые, не знаю, там по-другому называются, и смотрим, насколько вот ту продукцию, которую она производит, производит вот этот автомат, подходит под нашу модель. Мы оцениваем вероятность. Второе. Это есть моделька, опять же описанная этими же параметрами, и наблюдение. Это уже задача чуть посложнее, и нам нужно под эти наблюдения, под этой модельку, выбрать ту последовательность, которая лучше описывает наше наблюдение. Соответственно, мы приходим к автомату и говорим, вот у нас есть, так, он выпустил, налил лимонад, колу, еще там что-то, бесконечное количество раз, да, и мы говорим, что под эту последовательность лучше всего подходят вот такие переходы состояния, Там кола прифеет, там те прифеет, то с такой-то вероятностью, с такой-то. Эту последовательность мы восстанавливаем, не видя, как бы, сами состояния уже. Да, у нас есть только наблюдаемая последовательность. Да, вероятности перехода, то есть восстановить в какой последовательности у нас бы осуществлялись переходы внутри этого автомата. наиболее скажем так наиболее вероятную последовательность вычислить понятно да 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 по сути дела восстановить состояние но их на их может быть множество по модель нет по модели мы знаем вероятности перехода мы знаем и нам нужно подобрать последовательность состояния но учите что она может быть разная то есть она не всегда может быть оптимально но это мы с вами разберем вот и третья задача она как бы чуть посложнее чем первые две это есть у нас последовательность наблюдений есть набор моделей с вариацией параметров да и нам нужно соответственно подобрать выбрать такую модель которая лучше подходит под наши наблюдения но по сути дела что это значит что нам нужно построить модель заново все то есть у нас по сути дела нет нету как бы данных вот и мы по берем вот эти данные у нас все данные скрытые мы по нашим данным как бы пытаемся модель построить будет понятно в третий случай у нас есть корпус и нам нужно понять какие граммы триграммы наиболее вероятно они будут наше состояние да первое по моему случай когда нам нужно предсказать следующее слово придет пользователь или может быть какой-то синоним его запрос а второе это ну вы разбирали запрос на какие-то части но похоже да но сейчас мы разберем все эти варианты и так задача один ты задача один у нас еще раз мы у нас есть модель и мы хотим оценить насколько вероятны наши наблюдения насколько вероятные наши наблюдения подходит под нашу модель вот ну и вот такие вот страшненькие формулы на самом деле первое это что это опять же таки то что мы пытаемся оценить то есть вероятность того что мы видим наши наблюдения эти наблюдения подходят под нашу модель вот мы их можем разложить соответственно через сумму то сумму произведения вероятности того что у нас есть вероятность того что у нас есть наше наблюдение и наша последовательность какая-то и мы соответственно при условии нашей модели, и мы умножаем ее на вероятность того, что у нас есть наше наблюдение, и наша последовательность при условии нашей модельки. Дальше мы аккуратненько просто это все расписываем, вот здесь вот. То есть вероятность того, что есть наше наблюдение и наша последовательность при условии нашей модельки, она расписывается опять-таки через произведение, вот таким образом. И вот это произведение можно разложить вот таким образом. То есть получается вероятность того, что у нас есть наблюдение при условии того, что у нас была какая-то последовательность наших данных и была какая-то моделька, то есть описывается вот эта последовательность нашей моделькой, мы можем расписать через произведение каждого отдельного взятого наблюдения, через произведение вероятности каждого отдельно взятого наблюдения при условии того, что это наблюдение было вызвано вот такой последовательностью в момент времени t и t плюс 1. Ну, понятное дело, что вот эта вероятность, это есть не что иное, как нашей вероятности перехода при условии того, что у нас мы пронаблюдали какой-то output, какой-то символ, да, вот, и просто вот это вот p-произведение, да, оно расписывается как произведение вероятности перехода при условии наблюдения какого-то символа. Вот. Ну, а вероятность того, что у нас была какая-то наблюдаемая последовательность, описываемая нашей моделькой, это не что иное, как вспоминаем марковскую, да, то, что мы говорили, марковскую цепочку нашу, ну, то есть простое наше состояние, вот, и мы их тут можем просто-напросто разложить вот в такое произведение. То есть первое — это начальное состояние, умножаем на вероятность перехода из состояния в первое и второе, вероятность перехода из второго и третьего и так далее. Разложили, вот это, получили вероятность того, что мы наблюдаем, что у нас есть просто наше состояние, да, переходы. Вот. Итого мы получаем, когда мы группируем вот это вот и вот это вот, мы получаем вот такую вот формулу, да, то есть это есть вероятность того, что мы пронаблюдали наш аутпут при условии нашей модельки, да, это есть сумма, вот она здесь, по всем состояниям, по всем переходам в состояниях с момента времени 1 в момент времени t плюс 1, и, соответственно, дальше мы просто-напросто расписываем вот наше произведение вот это вот на вот это вот. Итого, если мы вот это все будем перемножать, перемножать, перемножать для того, чтобы нам оценить вот эту вероятность, да, мы получим приблизительно вот такое вот количество перемножений. Ну, нетрудно догадаться, что это очень много, да, просто если в лоб просто решать эту задачу, просто заниматься перемножением, перемножением, то, в общем-то, очень трудозатратная, тяжелозатратная задача. Вот, соответственно, что мы делаем? Мы прибегаем к динамическому программированию. Вот. То есть есть так называемых два понятия, они как бы являются основополагающими в скрытых марковских моделях. Это прямой проход и обратный проход. То есть когда мы хотим посчитать, какова вероятность нахождения системы в том либо ином состоянии, мы, соответственно, можем прибегать к аккумуляции, вот, или так называемой к индукции, да, вот. Вот, когда мы агрегируем все наши знания о том, что было до этого момента, в какую-то переменную. Вот. И потом эту переменную уже использовать как вероятность. Ну, давайте, вот, смотрите, мы в нашем алгоритме, вот, есть прямой проход, есть обратный проход. Прямой проход, он считает какую вероятность? Вероятность того, что система в момент времени находится в некотором состоянии и, да, и, соответственно, до этого момента времени мы наблюдали какой-то output, выход, да, вот, тут прямо-то и записано. Момент времени, то есть output 1, output 2 и до момента времени t-1, и в этот момент времени мы находимся в состоянии и, вот. То есть что-то там произошло, когда мы пронаблюдали вот этот output, находимся в состоянии и, ну, а это наша модель, который, под которую мы, с которой мы работаем. Вот. Дальше. Что это значит? Как мы это можем рассчитать? Первое. Что первое состояние, понятное дело, это есть не что иное, как наша начальная вероятность. Понятно, да? То есть вот мы его сюда аккумулируем. То есть мы бежим по всем состояниям. Вот это вот аннотация значит, да, что мы берем состояние первое по n и, соответственно, для каждого состояния, вот здесь вот item, и буковкой и она обозначена, да, мы агрегируем все наши... Аккумулируем, не агрегируем, извиняюсь, агрегируем, это когда вместе. Аккумулируем все наши начальные состояния. Вот. Дальше. Следующий. Переход в следующее состояние, да. Переходя в следующее состояние, мы считаем, мы прибегаем к индукции. То есть берем следующее состояние, берем то, что у нас было на предыдущий момент времени, да, то, что мы посчитали, и, соответственно, переход из состояния i в состояние j при условии того, что мы должны понаблюдать какой-то output, это здесь не что иное, как произведение вероятности того, что мы перейдем из состояния i в состояние j, и на произведение вероятности того, что мы перейдем из состояния i в состояние j и пронаблюдаем какой-то опыт. Вроде не сложно. Опять-таки, все это делается по всем состояниям, и вот это агрегируется по всему нашему времени, тому отрезку времени, за который мы считаем. Так, понятно, как это все делается, как вот этот алгоритм работает, прямой проход. И в итоге мы получаем нашу финальную вероятность оценочную как сумму по всем состояниям наших саккумулированных вероятностей для каждого состояния в момент времени t плюс 1, то есть в самый последний момент времени. Мы просто берем все и складываем, и получаем, насколько наша моделька подходит под наши наблюдения. А наших наблюдений ровно вот столько. Ну, или там t, да, допустим, если мы берем, здесь написано t плюс 1, соответственно, мы получаем t. Что-то метод максимального правдоподобия? А? Ну, это чуть дальше будет. Похоже, да. Это только начало, да. Начало? Да. Теперь то же самое, но можем посчитать и в обратную сторону. То есть мы сейчас взяли момент времени единица и как бы берем все значения, которые мы пронаблюдали, там лимонад, кола, лимонад, кола, 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 лимонад. Вот это все, да. И, соответственно, по ним посчитали вот эту вот формулку. Вот. Теперь, извиняюсь, теперь можем сделать обратно. Мы там взяли наш список, развернули в обратную сторону до какого-то момента времени, да. Можем до первого, можем не до первого, да. И до этого момента времени, как в обратном кино начинаем смотреть, считаем, делаем обратный проход. Он практически такой же, как и прямой проход, но отличается тем, что здесь берутся отрезки времени от t до нашего конечного времени. Ну, если, соответственно, мы рассматриваем весь наш промежуток времени, тот, тут будет как бы единичка. А так мы берем какой-то интервал времени t. Если обратили внимание, то тут мы брали t минус 1, да. Вот. И ровно так же, как и в прямом проходе, берем, аккумулируем наши начальные состояния. Для b, для бета начального они будут равны единичке. Понятно почему, да? Потому что мы всегда приходим в конечную точку. Да, соответственно, у нас всегда конечное состояние, как бы оно равно единице. Ну, 5. Конечное состояние — это единица. Вот. Опять же, проходим по всем состояниям. Извиняюсь. Опять же, проходим по всем состояниям. Вот. Заккумулируем эту информацию в b и t. И, соответственно, дальше по методу индукции идем в обратном направлении. То есть, опять же, проходим по всем состояниям, суммируем. Берем t плюс 1 бета для житого состояния и умножаем, опять же таки, на вероятность переходов из состояния в состояние и на вероятность перехода наблюдения какого-то символа при условии перехода. Вот. И, опять же, такие финальные вероятности у нас уже получается практически такая же, как и тут. Да? Но если посмотреть, то она у нас... Еще тут добавляется вероятность начального состояния. Потому что в этой формуле она не учитывается. Да? А может быть, на инициализации t плюс 1 читаем на 5? А может, дальше что-то ты перечитываешь? Где? Ну, вот, в самом начале. Здесь t? Ну, вот, да, да, да. В индукции мы считаем bt, это предыдущее состояние. Дальше оно считается из последующего. Да, из последующего. Потому что мы идем обратно. В индукции мы должны, наверное, брать bt плюс 1? Да, тут bt плюс 1, да, согласен. Это ошибочка. Вот здесь вот bt плюс 1. Так. Окей. Ну и, соответственно, где это можно применять? А применять это можно, например, для того, чтобы оценивать, насколько правдоподобен или неправдоподобен адрес. Ну, например, мы строим какую-то марковскую модель по адресам. Ой, марковскую, скрытую марковскую модель, да. То есть мы говорим, что у нас есть состояние перехода, вероятность выпуска символов и есть, соответственно, наше начальное состояние. То, что, соответственно, что у нас в этой модельке будет наш аутпут, да. Наш аутпут – это, соответственно, вот эти вот циферки, запятые, ул, там, вот, Арджиникидзе. То есть все слова – это наш аутпут, то, что мы наблюдаем, да. А наши состояния, скрытые, они вот маркируются вот такими буковками, ну, вот здесь вот они сделаны. То, что мы можем, как бы, распознать. Ну, например, I – это индекс, да. Соответственно, T – это, там, город, да. И вот, когда мы наблюдаем вот эту последовательность, да, мы, у нас есть какая-то моделька, и мы оцениваем, насколько наша моделька, она подходит под вот эту последовательность. И, соответственно, мы проходим вперед, мы проходим назад, вот, считаем суммарную вероятность, да, по всем нашим состояниям. И, таким образом, мы можем сказать, насколько, как бы, вероятно, у нас полученная строка является адресом или не является. Понятно, да? Ну, и, надеюсь, это несложно. Туда-сюда, как бы, мотать – это ума много не надо, как бы, складывай и обнажай. Вот, задача 2. Задача 2 – это найти такую последовательность состояния, которое лучше всего описывает наше наблюдение. Ну, то есть, что это значит, что у нас, опять же таки, есть наш автомат, да, внутри мы не знаем, как он устроен, вернее, у нас есть некоторая моделька, мы по какому-то там взломанному автомату построили. И, соответственно, он там произвел какую-то продукцию, налил нам лимонад, там еще что-то, он сделал аутпут. Причем этот аутпут там какой-то бесконечно долгий, у нас есть там, не знаю, в тетрадочке запись всего этого аутпута, и мы по этой записи пытаемся воспроизвести, какие же состояния он внутри себя, из какого состояния в какое он там переходил. То есть, последовательность состояния как бы воспроизвести, какая у него была. Ну, наверное, для автомата это не имеет смысла. Вот, скажем, для тегирования слов, для тегирования частей речи это как раз имеет смысл. То есть, когда у нас очень много слов, да, когда у нас корпуса текстов очень большие, как раз нам и интересно. То есть, у нас есть текст, да, есть размеченный какой-то текст, да, где автор там, извиняюсь, асессоры нам протегировали уже текст. Мы на нем построили какую-то модельку, у нас есть моделька, к нам приходит какое-то предложение, и нам надо расставить теги. То есть, по сути дела, восстановить те скрытые состояния, которые, там, не знаю, асессоры нам расставляли на нашем дата-сете. Да, то есть, поставить существительный, прилагательный, или, например, named entity extraction, да, или recognition. То есть, поставить, где у нас персона, где организация, где город. Такая достаточно важная и интересная задача. Вот, как мы это делаем? Ой. То есть, да, то есть, нам нужно, еще раз, более формально, это нам нужно для нашего аутпута, который произошел вот в этот момент времени, нам нужно найти такую последовательность вот этих XT, восстановить, да, которая бы максимизировала нашу вероятность. Вероятность того, что мы наблюдали вот этот аутпут нашей моделькой, ну, обработанный нашей моделькой, мы, соответственно, увидели вот этот вот XT. И вот эта вероятность, она должна быть максимальной, да. Соответственно, вот мы эту вероятность как бы записываем, то есть вероятность того, что мы находимся в состоянии и в момент времени T, при условии, что мы наблюдали какой-то аутпут, да, какой-то выход нашей модели, не модели, извините, нашей системы, мы можем по теореме Байеса разложить вот на такое частное, да, по теореме Байеса раскладываем, получаем две вероятности того, что у нас есть знаменатели, у нас вероятность того, что мы находимся в состоянии и наблюдаем аутпут какой-то, то есть то, что мы уже видели в нашем дата-сете, да, вот, а внизу это то, что при условии того, что у нас есть эта моделька, у нас насколько вероятнее на дата аутпут. Делим просто. Вот это мы уже знаем, как искать, да, знаем. Вот, соответственно, вот эта сумма по всем состояниям произведения, вероятности того, что система находится в момент времени T в состоянии I, или в состоянии G, или в прямом и обратном проходе. А вот эта вот часть, это просто-напросто ничто иное, то есть когда мы находимся в каком-то состоянии, уже конкретно заданном состоянии, да, вот, мы можем просто взять и прямым обратным проходом посчитать вот эти вероятности. И просто перемножение нам даст вероятность того, что мы находимся в каком-то конкретно заданном состоянии. То есть получается, если так раскладывать эту формулу, то вот этот вот, тот знаменатель, это есть не что иное, как нормировка, да, на сумму всех состояний. На сумму вероятности всех состояний. И тогда нам что нужно? Нам на самом деле нужно не что иное, как найти argmax, да, по всем состояниям для вот этой вот вероятности. То есть найти вот этот, как раз найти вот этот путь, который приводит вот к этому, к этой вероятности. Как это делаем? А делаем это достаточно проще, просто-просто. Да, мы опять же таки прибегаем к динамическому программированию. Опять ровно то же самое, те же аккумуляторы, очень похожие так же, как это было в прямом обратном проходе. Вот, только здесь мы на самом деле максимизируем нашу вероятность того, что у нас есть, что мы получили нашу последовательность x1, xt-1, пронаблюдали нашу последовательность, выходную какую-то, и находимся в каком-то состоянии ежи. Вот. И соответственно, опять же таки, для того, чтобы найти этот максимум, мы опять же таки вот эту дельту, да, эту вероятность, мы сначала инициализируем нашим начальным состоянием. Все очень просто, да. Дальше по методу индукции мы бежим по всем состояниям, да, и выбираем то состояние, которое максимально. То ту вероятность, которая максимальна, да, вот из этого произведения. То есть опять-таки вероятность перехода из состояния и в состояние жи, умножаем на вероятность перехода из состояния и в состояние жи, и вероятность того, что мы пронаблюдали какой-то output, умножаем на то, что мы пришли в это состояние, вероятность того, что мы пришли в это состояние и в момент времени t, и выбираем из всех наших состояний максимальное. Понимаете, да? Понимаете? То есть вот это вот, это Макс по вот этому произведению, понятно. А из чего мы его выбираем? Из наших состояний. В какой момент времени? В момент времени t. Понятно, да? То есть получается, что из-за того, что мы предположили, что наша цепь Маркова, она на самом деле зависит только от текущих состояний, но не зависит от предпред... извиняюсь, зависит от предыдущего, не зависит от предпредыдущих. Поэтому в момент времени t мы можем выбрать, соответственно, максимум. Ну, делаем такое предположение. То есть при переходе. И если нам это нужно, то мы, соответственно, запоминаем, каким образом мы в это состояние пришли по вот этой максимальной веточке. Просто бэктрейс такое делаем. Вот в этот φ. Да? И в результате, когда мы там дойдем до конца, посчитаем все наши моменты времени, да? Посчитаем наши моменты времени, придем в нашу конечную точку, мы получим на самом деле то, что мы и хотели. Мы получим наш бэктрейс. Вот. То есть мы распаковываем наши φ в обратную сторону и получаем все наши переходы из состояния в состояние, как мы дошли до нашей... Как мы получили наш аутпут, наиболее вероятно, да? Из какого состояния, в какое мы приходили. Понятно, нет? Мы предполагаем, что мы должны идти из любого состояния, когда первую берем, инициализируем, и от каждого состояния мы строим такую возможную цепочку. Цепочку, да. И где мы эти цепочки будем убирать предположение, что одна из них доставляет максимальную вероятность, остальные нет. Ведь поскольку, если у нас, скажем, первое состояние с максимальной вероятностью будет, например, состояние 1, а состояние 2 будет с несколько меньшей вероятностью, у следующих состояний с этими двумя, которые идут, может случиться так, что вероятность состояния 2 и следующим за ним будет больше, чем произведение вероятности 1. Состояние 1 изначально больше, и на что-то время. Я же сказал, что мы делаем предположение о том, что у нас марковская цепь зависит только от предыдущего состояния. поэтому мы не делаем предположение о том, что мы можем прийти в это состояние каким-то и другим путем, возможно, более оптимальным. То есть здесь у нас как жадный алгоритм. Да, это жадный алгоритм, который, в общем-то, на самом деле не обязательно является оптимальным, но, скажем так, он является там субоптимальным. Да, он быстро работает, он считает аккумуляцию вот этих вот дельт, и, соответственно, достаточно быстро мы получаем наиболее вероятный субоптимальный путь, по которому мы могли бы пройти и, соответственно, пронаблюдать нашу последовательность. Так, а для того, чтобы решать эти задачи, как бы искать оптимальные пути, но вы же сами знаете, что это как бы задача там НП полная, да, и полным перебором мы ее можем там никогда не решить. В общем-то. Ну и, соответственно, вот, например, тегирование, да, то есть мы, это пример, как можно делать там пост-теги. То есть у нас есть некоторое размеченное множество, мы там переходим из одного состояния в другое состояние, и таким образом как бы аккумулируем, снимаем, например, амонимию или расставляем теги для наших слов. Вот. И, соответственно, вот что у вас будет в DZ. В DZ у вас будет вот такой вот датасет, который будет размечен, будет размечен только вот такой XML-разметкой, то есть у вас S — это предложение, соответственно, U-Name X-Type у вас будет Person, либо Location, либо по-моему, Company, вот. И, соответственно, по нему нужно будет сделать Name-Athenty-Recognition по этому датасету, то есть построить, сделать алгоритм в Этерби для того, чтобы вам подавалась на вход какая-то последовательность, а вы ее размечали с помощью этого алгоритма и обученной вашей модельке вы размечаете входную последовательность на персоны, организации и, соответственно, географию, да? То есть нам дают размеченный текст, где есть... Да, сначала вам подается размеченный текст, по размеченному тексту вы строите вашу модель, то есть определяете параметры вашей модели, вот, потом у вас будет не размечено скрытое множество и поэтому скрытого множества вы уже можете, вы должны будете посчитать, по сути дела, разметить его вашей моделькой. Ага, значит, мы решаем задачи 1 и 2, а от этой боли под названием задача 3 мы пока... 3 будет. Задача 3 будет, она будет, она вынесена, по-моему, на дополнительное, вот, я расскажу сейчас, как ее делать, вот. И, соответственно, что здесь у вас, что здесь интересного? то есть у вас есть, опять же, разметка, вот если так сделать, проаннотировать вашу, всю разметку по состояниям, да, которые бывают, то есть скрытые состояния, то, например, вот W, это у вас состояние, система находится в состоянии слов, да, просто слово. Вот, например, P, или там что, да, P, это система находится в состоянии персона, То есть эти состояния вы наблюдаете в вашем трендсете. Когда вам подается обычное, вы, соответственно, их наблюдать не будете, вам нужно будет их восстановить. И что у вас есть? Вот у вас есть вероятность перехода, которая у вас есть в трендсете, у вас есть вероятность выпуска ваших символов, или наблюдения ваших аутпутов. То есть когда у вас пришло слово, вы наблюдаете состояние, система перешла в состояние, например, В, вы наблюдаете аутпут мировой, например. Или вот здесь система перешла в состояние В, вы наблюдаете аутпут легкоатлетика. А вот здесь система перешла в состояние Пи, соответственно, аутпут Елена, и второй раз Есенбаева. Соответственно, вот ваши наблюдаемые значения, это просто слова, и состояние это маркеры такие. Маркеры — это на самом деле вы можете делать как вам угодно, то есть маркировать, да, вот, можете там буквами, можете еще как-то, можете там цифрами, это ваше личное дело. Вот, и есть вот такая статейка, я дам на нее ссылочку, вот, например, как ребята делали граф, делали граф как раз переходов марковской модели, да, и состояние в состояние, то есть, да, вот она, вот ссылка на эту статью, High Performance Learning, Name it, Name it, Name it, да, соответственно, вот как граф строится, то есть переходы из персон, переходы там, соответственно, в организации, в персоны, в слова, это граф модели построен, вот, вот, и, соответственно, вот так вот они маркировали эти все состояния, которые у них были. И следующее, последнее, сейчас мы ее быстренько проскочим, я надеюсь, то есть ищем оптимальные значения модели, модельных параметров, да, то есть, по сути дела, нам нужно построить нашу модельку, вот, ну, понятное дело, что мы взять ее так просто, взять и построить не можем, поэтому нам нужны какие-то начальные значения, как мы их можем получить? Мы можем их получить двумя способами, ну, первое, мы можем просто рандомно инициализировать наши значения, да, и второй способ, это есть у нас там какой-то маленький датасет, мы можем взять все эти вероятности переходов, да, просто из этого маленького датасета, вот это будет наше, как бы, начальное смещение. Вот, и, соответственно, дальше мы можем использовать оценку максимального правдоподобия для того, чтобы максимизировать, опять же, вот эту вероятность того, что мы будем наблюдать наши наблюдаемые значения при условии того, что у нас мы выбираем нашу какую-то модель. Ну, записывается это вот так, то есть, по сути дела, argmax, потому что нам нужно оптимизировать как раз эти параметры модели, да, вот, и называется этот алгоритм Baumwelsch, вот, ну, или вперед-назад. Ну, вот мы с него и начнем. Тут все, все, что тут написано, до этого уже было. То есть, вот берем граф, да, берем состояние i, берем состояние j, вот у вас этот граф нарисован. То есть, система находится в состоянии i, и система находится в состоянии j в какой-то момент времени. Здесь t, здесь t плюс 1, да. Наша задача, что сделать? Наша задача – это рассчитать вероятность перехода из этого состояния i в состояние j, да. Вот. Что нам для этого нужно сделать? Нам нужно сделать, посчитать вероятность того, что мы будем находиться в этом состоянии, в состоянии i, вероятность того, что мы будем находиться в состоянии j, вот, и, соответственно, вот эта вероятность, То есть она у нас просто, соответственно, прямой переходит в состояние в И, в состояние в Ж, он у нас есть. По датасетам мы можем определить, сколько раз мы переходили, сколько раз за словом президент стоит Обама. Это мы можем посчитать, вот у нас все есть. Итак, для того, чтобы понять, какова вероятность нахождения системы в состоянии И в момент времени Т, мы используем метод индукции и считаем нашу вероятность того, что мы пронаблюдаем всю нашу последовательность, которая будет до состояния И, и, соответственно, мы останемся в этом состоянии и используем метод индукции. То есть, опять же, считаем нашу альфу, опять же, ее инициализируем по всем состояниям и дальше пробегаем методом индукции, агрегируя все значения альфы по всем состояниям до вот этого момента времени. Понятно, да? Теперь как посчитать, какая вероятность будет нахождение системы в состоянии Ж. Да, ровно, ну, кто скажет? Ну, то есть, если эту вероятность мы посчитали, как посчитать обратную вероятность? Ну, вероятность того, что мы находимся в состоянии Ж. Через обратный проход. Да, то есть, все, что у нас осталось, ту последовательность, которую мы пронаблюдаем после этого состояния, мы берем ее и, на самом деле, начинаем по ней агрегировать. Да? То есть, обратным проходом. То есть, берем, опять же, таки, считаем вероятность того, что система будет находиться в состоянии и в момент времени t, и после этого мы пронаблюдаем последовательность, вот такую выходную последовательность от t плюс 1 до момента времени t большое. Вот. И таким образом мы опять, метод индукции нам известен, соответственно, аккумулируем все наши знания, всю нашу вероятность в бета, да? Опять-таки, инициализируем единичкой и пробегаем по всем состояниям, по всем временам времени. Вот t плюс 1 до t. И, соответственно, считаем для каждого состояния b и t, b и t. Все, это есть. То есть, у нас есть вот эта вероятность, вероятность нахождения в этом состоянии, да? И дальше нам нужно, соответственно, теперь посчитать, какова вероятность того, что, да, что мы находимся, да, что мы находимся в состоянии и для нашей наблюдаемой последовательности o, да? Вот, для всей нашей наблюдаемой последовательности. Здесь мы брали, как бы, моменты времени, здесь мы берем всю нашу наблюдаемую последовательность. То есть, мы, как бы, до этого момента делили их на два момента времени, да, до и после. Здесь мы берем всю нашу наблюдаемую последовательность. Обратно, опять же-таки, это мы тоже знаем. Это было у нас чуть выше. Помните, да? Эту вероятность мы можем посчитать через форму мубаяса, да? Опять же таки, вероятность того, что система находится в состоянии и при условии того, что мы наблюдали всю нашу последовательность, опять же таки, раскладываем по формуле Байеса и получаем произведение наших вероятностей, саккумулированных уже, на сумму всех вероятностей. То есть получаем опять нервировку. И теперь самое интересное, определяем совместную вероятность нахождения в состоянии ИЖ, ну то есть по сути дела вероятность того, что мы перейдем, то есть это получается совместная вероятность, вероятность нахождения И, потом нахождение в Ж в момент времени Т плюс 1. Понятно, да? То есть мы находимся в состоянии И в момент времени Т, переходим в состояние Ж в момент времени Т плюс 1. Ну тут вроде тоже все достаточно просто, то есть мы эту вероятность можем расписать таким образом. Опять же по формуле Байеса разложить ее. И опять же таки, смотрите, здесь что у нас получается, то есть вероятность нахождения в состоянии И нам известна. В момент времени вероятность нахождения в состоянии Ж нам тоже в момент времени Т плюс 1 известна, мы ее считали до этого. Поэтому вот эту верхнюю вероятность мы можем расписать как произведение трех вероятностей. То есть вероятность нахождения в состоянии И умножаем на вероятность того, что мы перешли в состояние И в состояние Ж. и умножаем на вероятность того, что мы перешли состояние В и в состояние В и соответственно пронаблюдали последовательность ОТ. Ну и соответственно умножаем ее на ту бету, то есть вероятность того, что мы находимся в момент времени Т плюс один в состоянии Ж. И соответственно, опять-таки наш нормировочный коэффициент. Его тоже можно так же расписать, то есть если мы вот это произведение как бы разнесем на то, что у нас есть состояние И в состоянии Ж, то оно также вот разложится на это произведение. Ну и шаг, по сути дела, то, что я описал, это есть не что иное, как шаг Е, то есть шаг estimation, да, ЕМ алгоритма. То есть на этом шаге мы оцениваем наши параметры. Вот, то есть по сути дела мы считаем вот эту гамму, мы считаем Эпсилон, вот она, да, и мы считаем сумму, сумма по гаммам и сумма по всем Эпсилон. То есть что такое сумма по всем гаммам? Это и есть сумма по всем вероятностям, да, то есть это оценка количества переходов в состояние И до всех наблюдений О. То есть что это значит, что если мы находимся в состоянии И, какова вероятность того, что мы уйдем из этого состояния и пронаблюдаем вот эту нашу, наш опыт. Да, что такое Эпсилон, сумма по всем Эпсилон в момент, по всем временам, да? Это оценка количества переходов из состояния И в состоянии Ж и то, что мы пронаблюдаем нашу, наш опыт. Понятно, да? Вот эти параметры нам и как бы нужно рассчитать. Как бы слов много, но на самом деле вот реализация это два цикла. Только потому, что как бы нужно проговаривать, что здесь творится, а когда пишешь это вот буквально то. Да, дольше разбираться, говорю, и писать там, говорю, два цикла. То есть получается циклов там немного. Ну и все. Понятное дело, что алгоритм сам как выглядит, что мы сначала инициализируем нашу модель. В вашем задании вы берете модель, которую вы обучили алгоритму Ветербе, да? Уже готовую на данных, да? И дальше берем необученные данные, то есть необученный корпус. Например, там, по-моему, задача состоится 10% от обучающего множества 20% и 30% и смотрим, как у нас модель развалится. То есть в какой момент у нас модель развалится. После того, как вот эта штука, она перестанет выдавать какой-то вменяемый результат. То есть, понятное дело, если в него как бы влить много грязи, у вас все это начнет расползаться. Вот. И, соответственно, что мы делаем? То есть мы скармливаем модели все наши наблюдения. Ну, наблюдения — это что есть? Это наши слова, да, которые мы видели. Вот. И, соответственно, оцениваем ожидания наших модельных параметров. Ну, то есть то, что я говорил. Вот эти вот параметры. Гамма и эпсилон. Да? И дальше на самом деле переоцениваем заново параметры нашей модели. Вот. Переоцениваем заново. Это, опять же таки, оцениваем нашу начальную вероятность, да, оцениваем вероятности переходов, ну, параметры нашей модели, и оцениваем вероятности переходов в состояние, в состояние Ж, при условии выпуска К. Как это делается? То есть для того, чтобы посчитать ПИТ, это просто-напросто есть не что иное, как гамма, там, ух, извиняюсь, тут неправильно написал. Тут будет Т, а тут И. То есть тут будет гамма от единички, а здесь будет И. То есть состояние у нас в скобочках. Вот. Соответственно, в момент времени Т равна единичку, гамма у нас берется тоже в момент времени равна единичку. И это берется наше начальное состояние. Вот. Вероятность того, что переход, вероятность перехода из состояния И в состояние Ж, это есть частное того, что ожидаемое количество переходов из И в Ж на ожидаемое количество переходов из И. То есть понятно, да? То есть сколько переходов у нас совершилось из И в Ж, то есть это есть вот сумма по всем эпсилам и мы это делим на сколько у нас выходов то есть получается такое как бы отношение я смотрю вы совсем уже поехали все под конец ладно вот то есть такое отношение количество переходов из одного узла в другой на количество выходов из этого узла на то есть канавировка на количество выходов получается и соответственно вероятность перехода из и в же на наблюдаемый out да это ожидаемое количество переходов ну то есть то же самое но идет суммирование только по тем а у потом которые у вас есть на в данный момент и все не грустите это все в общем доказано что этот алгоритм сходится сходится очень быстро то есть не надо не нужны там никакие гпу там или еще что то то есть на одном процессоре там буквально за 5-10 минут он считается вот но главное его написать ну и соответственно это уже на это наверное уже не нужно да то есть задача у вас будет очень простая вы сначала с помощью алгоритма ветерби как бы считаете модельку на для name identity recognition да смотрите ее accuracy потом берете не обученные данные то есть не размеченные данные на ней до тренируете вот это вот эту штуку и смотрите как у вас меняется accuracy берете 10 процентов берете 20 процентов от вашего обучающего множите берете 30 и 50 по моему и смотрите что у вас приз будет происходить с accuracy на финальном дата с ну на тестовом дата сете домашки все часть лекциях часть домашки если записывать ну вот хорошо на этом наверное все а и и